Нужно стоп-старт, кстати, сделать записи. Забыл я. У нас тоже жарко очень сегодня. Начиналось так пасмур на день. Точнее, не пасмур, а солнца не было, но сейчас вышло, я думаю, под тридцатку сегодня. Так, это не я набираю, это с человеком я сотрудничаю, кому интересно, ссылочка. Нет, кстати, сейчас, наверное, её нету. Ну, я сейчас добавлю. И на SK2TV. И на GoodGames ссылочку, кому интересно, по поводу вот этой рекламы. Так, ну что, пилим, поехали. Так, FFA не будет, я же сказал. Сейчас FFA не будет точно. Для этого будут отдельные стримы как-нибудь. Сейчас мы поиграем в Ладдер, потом к GoodGames турниру приступим, соответственно. Где играет у нас Занстер против Скарлетт и Хэби против Бани. А потом и финал, соответственно. Так, сейчас, секундочку, кое-что я гляну. Так, пока что вот так вот сделаем. Нам нужно больше металов. Нам нужно больше металов. Нам нужно больше медалов. Не хватает надзирателей. Не хватает надзирателей. Так, а протос у нас точно, у нас же протос. Ну, все равно в хату, особенно на этой карте будем играть. Так, заказываем газ. Сейчас газпул будем играть, чтобы мув пораньше был, если он халявит, чтобы наказать его попытаться. Халявит он или нет, это уже другой вопрос. Пока вообще ничего здесь не понятно в этом плане. Куда ты поехал? Направил же. Ну, не направился почему-то. Так, проезжает пробочка, видит меня. Так, 16 на минералах здесь, все расставлено хорошо. Ну что, в павлаевской структуре. Так. Так, ну вижу, что застройки у него пока нет. А мух у меня скоро будет. Ну что, начинаем врыв. 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 Так. Это был фейл от меня. Сейчас. Потому что, блин, я ничего не продавил. И ситуация плохая для меня теперь складывается, потому что там Stargate есть. Конечно, попробую подгрызть здесь еще раз. Хорошо, что еще не Оракул там был построен. Не, здесь уже нифига не сделать вообще. Наши меси халатай. Так колодны. И даже все. Однако, конечно, здесь мы хотим подберывать. И это застройки. Это почитаемyr. И еще больше не прогр Bliss. Не отправляется на канал. Хорошо. Посмотрим. Вообще. Хорошо. И еще больше. Да, давайте. Хорошо. 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 Так. Так, а где квина-то вот эта? Так, хорошо, что квину стал строить ещё. Да ё-моё, блин. Не терять квин на халяву. Так, здесь надо гидроден ставить. Так, хорошо. Вон, да шоу прямо. Как на холова не где, а шоу. Так, здесь БВ-щик парочку. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы не хватает, но все латики. Так. Наши войска атакованы. Нужно больше. Наши войска атакованы. Так, четвертую занимаем сейчас. Наши войска. Наши войска атакованы. Так, у версира нету. Ну что, готов он врываться. Это там или нет. Наши войска атакованы. Да что-то там жестко все. Не успел поменять я тоже направление удара. Да, ну, тут конечно начало очень сильно подрешало. Потому что, ну, по факту у меня маловато. Все-таки было все. Нужно, ну как, может вайперы здесь. С вайперами, да, нужно было пытаться. Перемасил он караптеров моих в итоге. Ну, с вайперами у меня тяжело играть пока. Потому что руки... Не хватает рук, в общем-то. Потому что практики сейчас нету. А с караптерами это все просто не убить физически. Так. Жмем поиск. Поехали. Тихо-тихо. Тихо. Тихо. Очень хорошо. В BeneфDER. Так, зерк попадается, погнали Так, с майкером 2 на 2 Но майкер не играет 2 на 2 Насколько я вижу сейчас Он не играет, данный, он вообще не стримит Начал, но Сейчас-то он не стримит Так, ну что, ТВЗ у нас Так, ну что В ЦСшечку будем играть Тем более, что я рандом Он не знает, кто я Выкладывай Рецепт готов Выкладывай Рецепт готов Так, приезжает дрон Рецепт готов Рецепт готов Есть, ты попадешь Здесь нельзя Рецепт готов 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 Так, нужно факту ставить Сейчас Вообще без мариков мы начинаем Но через два газа, слишком ранних Я начал Даже сниму, пожалуй, парочку Рабочих с них Продолжение следует Продолжение следует Так Так Так, все понятно Так 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 Продолжение следует... 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 Так, хранилище требуется мне дополнительное, кидаем. Так, хранилище требуется мне дополнительное, кидаем. Так, что-то очень много муталисков. Так, нужно очень много туалеток сейчас строить. Так, хранилище требуется мне дополнительное, кидаем. Так, хранилище требуется мне дополнительное, кидаем. Так, ну что. Как вы видите, большое количество туалеток, гарантия от того, что КСМ погибнет немного. Так, ну что, это не любит. Так, вот это было. Так, хорошо. Так, хорошо. Так. Это было не очень. Это было не очень. Это было не очень. Это было не очень. Ох, как приятненько. Приятненько. Ох, как приятненько. 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 Ох, как сладкий. Молоденько пришлось тут. 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 Да, что-то я тут как-то позиционную войну-то проиграл. Не очень хорошо. В итоге бич с вармхосты, но... Нужно рейвенов, конечно, не вышел я вовремя в рейвенов, вот вам и результат в итоге такой. А это что такое? А это что такое? Молоденько пришлось тут. Да что такое, блин. Молоденько пришлось! Так, вот это не очень хорошо сейчас было. Так, вот это не очень хорошо. Да, здесь ГГ ресурсов не хватило мне, к сожалению, выходим. Так, сейчас я вернусь, мне нужно отойти сейчас ненадолго. Сейчас подойду я. Спасибо. 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 большое. Спасибо. я сейчас в общем то и ревенов плюс когда я выходил в центр можно было вот там вот закрепить преимущество победу свою стороны я пошел зачем-то вниз проверять вероятную там базу какую-то вот а нужно было идти прямо на него в лоб и убить в общем то там был момент когда выход был там торов больше десяти было там естественно должен был убить просто и все так армор зданием был и дальность туреткам флудить не надо если внимание не хватает даже на стриме увидеть флудить не надо точно так поехали просто там какой-то попадается так твп ну вот это будет поинтереснее потому что твп я больше люблю надо пил поиграть бил в принципе против сонар хостов не легче чем био играть техникой в штану особенно если двигаться если не в стиле гуди сидеть на месте рост но в стиле гуди это игры по часу называется а и и Так, запушка есть, 14 ССС, сейчас сыграем, так, фриз пошел. Поехали, ССС-шку ставить. Так, запилил мне рабочего. Не очень приятное начало. Нужно ДФ-шку строить, потому что ССС-шка задерживается. СОФЛАЙ ВЛОК может быть. Хотя вот теперь из-за этого бункер мне не заказать. СОФЛАЙ ВЛОК. 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 Мазеркор летит, посмотрите-ка ко мне. Так, еще один бункер срочно ставим И еще один бункер срочно ставим Мазеркор врывается, но врывается он не очень Так, газ не добывался у меня, выходит Мазеркор врывается Мазеркор врывается Самыйший adelкор измельч背 Мазеркор врывается Ставим Не, ну тут гг Что-то я не... Гадите, а я видел? Блин, я твой лать-то видел Я просто не понял, что происходит, если честно Потому что заказал бы бункер И все бы было нормально Реально, я даже не... Я думал, что это будет пуш со стергейтом Почему со стергейтом, я думал, я сам не понял Но я просто видел мазеркор Подумал, что оракул, наверное, будет там То есть пуш этот был уже отбит фактически То есть даже без бункера я его практически отбил Просто сумбур Был бы, если бы бункер сверху, то это гг автоматическое В рот, что поехали дальше 14-е ЦЦ Блинком практически нереально продавить Так, сейчас, секундочку И, конечно, твой зеркала Я… Я думаю, что я снял и оскорблюсь так ну что в ротас нам нужно большим металлом нам нужно большим металлом так так приезжает пробочка так овера рановато закал ну ладно повесим над островами сейчас пару оверов нам нужно больше успеха так чуть пораньше можно было кэшному заказать так 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 не холодай не холодай не холодай не холодай не холодай сейчас добавь с оглом Субтитры сделал DimaTorzok Так, втык. Так, втык, 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 втык. Так, втык, втык, втык. Так, 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 втык. Как-то печально я подрался в итоге. Да, все делал верно, но не успел подмасить гидры. Проиграл, в общем, так вот. Тут момент в чем был. Нужно было побыстрее добавлять и гидроден, и роуч ворон. То есть немножко роуч иметь. Плюс я в центре не контролил выход его. То есть можно было лингами тянуть время. То есть не давать пилоны ставить нормально. Если бы это все делал хорошо, то как раз у меня лишняя минуточка была бы... Чтобы встретить это все. Да, роучи, а не гидра. Конечно же, роучи хорошо с имморталами дерутся. Так, тиран попадается. Поехали. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Вот такая у нас карта Ну тут протос халява В общем то Вот такая у нас карта Ну что же БЕшка тут мне мешает добывать Газ второй Ну сейчас мы ее убьем Вот такая у нас карта Субтитры делал DimaTorzok Так пробочку с собой берем Этими выходами Рипера не наблюдается Значит наверное там CC14 А может что-то другое Субтитры делал DimaTorzok 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 Так здесь Илончик поближе ставим Добавил ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Играет музыка. Так, карусель у нас, карта. Заварили расу спрашивать. Не для того рандома ставил, чтобы расу говорить. Заварили расу спрашивать. Заварили расу спрашивать. Заварили расу спрашивать. Так, заказываем газ Один Так, пролетает овер Странно, правильно, вот отсюда он пролетает Продолжение следует Так, два марика подстраиваем Продолжение следует Блин, криво сел Продолжение следует Так, не то, вернее отсюда прилетел Оказывается, а вот откуда Оооо, привет, блин, пришли роучи Ну, тяжело мне Тиранам такие темы отбивать Ну, что, опа, там мало игры Ну, тут, конечно, подрешало то, что не нашел я его сразу по итогу-то Так, ну, тут проход не успел закрыть Ну, если я видел этот выход Просто не на тот рез пошел Почему-то я подумал, что овер пролетел сверху Но это я просто зеркин криво летал И туда, ну, вот, прилетел вперед И потом назад я по движению овера думал, что он справа живет А он жил не справа Вот, в принципе, да, если тут отбиться Хотя бы, ну, хотя бы один танк был Просто нужен старпорт Или же лаба на танковом То есть танчик, что был у меня Очень поздно это все было То есть я там уже по факту что-то задумался Строить, не строить Построил, поздно Вот в итоге результат Так, ПВП Продолжение следует Так. Ну, это такое, чмишка просто, что-то там пишет, вот, лучше внимания не обращать, поставить ДНД просто. Такие дотероподобные в Старкрафте начали появляться, ну, это давно еще, в принципе, как бы поколение это обновляется игроков, что даже иногда и паузу могут отжать. ДНД. Так, здесь на минералы пока мы направляем рабочих. Так. Не, ну, на нормальном уровне паузу не отжимают просто там уже, когда ГМЛ хотя бы там. ТОП МЛ. Потому что это ненормально. ТОП МЛ. ТОП МЛ. ТОП МЛ. Продолжение следует... 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 пока не начинаем мы так турнир какой вчерашний били в инстаркрафт 2 турнир гудгеймовский сейчас он продолжится плей-офф у нас занстер против скарлетт и хэппи против мани полуфиналы соответственно сегодня у нас все два полуфинал два полуфинала финал рубишь три матча на сегодня как я понимаю рубить verder рубить Продолжение следует... Продолжение следует... Ставьте плюсики на SK2TV, не забывайте каналу... Продолжение следует... Так, рекламу, да, нужно сделать повыше немножко... Так, на Америке у нас старт, заскакиваем... Сейчас, секундочку, мне там звонили, перезвоню... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, я здесь... Сворачиваем все, ждем инвайта... Так... 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 Ну что ж, ждем старта... Так... 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 Так, я не вижу, чтобы Скарлетт где-то что-то писал. Хэппи у нас будет во втором полуфинале играть против Бани на Европе, соответственно. Здесь у нас американский сервер. Хэппи, конечно, обломается. Не любит он на Америке играть. Ну а что делать? Да, конечно же, будут записи. Так, Скарлетт сейчас находится в Корее, поэтому играют на Америке, чтобы был баланс. Естественно, нет такого, чтобы кто-то на своем сервере играл, а кто-то на своем. Так. 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 Продолжение следует... Очень долго черкают что-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, да здесь-то я ни за кого не болею. Вот в следующей паре я болеть буду, конечно, за хэппи. Так, ну что, фёст, роща, первая карта. Путевая станция, вторая карта. Ждём, пока будет создан сервер. Да, вот создаёт фил. Поехали, наконец-таки. Начинается игра у нас. Так, не забывайте СК2ТВ плюсички ставить. Кто ещё не ставил. Так, не забывайте СК2ТВ плюсички ставить. Так, не забывайте. Так, не забывайте. Так, не забывайте. Так, поехали. Так, фил выходит. Так, я не знаю про других иностранных стримеров, почему звать не стали или стали или не стали. Ну, вроде как собирались там кого-то позвать. Но в итоге, как я вижу, не позвали никого. То есть, что-то никто не может, никто не захотел. Там Миллениум было в новости, что будет стримить. Ну, может быть, какие-то другие турниры есть, поэтому не стали стримить. Не знаю, в общем-то, в чём прикол. Ну, что ж, поехали. Ну, нам-то как бы что? Нам не важно это, в принципе. Стали или не стали там стримить, как бы иностранные. То есть, спонсор же не кто-то, там не какая-то контора, там или что-то ещё. А просто от Майкера, из прайм-тайма призовой берётся, соответственно. То бишь, спонсоры турнира зрители. Так, ну да, задержек. Ну, вчера вообще без задержек мы фактически стримили. Но нужно... Сегодня-то у нас всего три матча. Два полуфинала и финал два бо-три, одно бо-пять. То есть, ну, я не знаю, сколько тут часа. Два, ну, максимум три, я думаю, должно сейчас всё идти от данного момента. Давайте смотреть. Завтра у нас финал про лиги, не пропустите. Тоже он в 13.30 начинается. По 15-й хате у нас у игроков. Так, заказан газ. Так, прилетают оверы там и там. Ну что ж, пока примерно одинаково играют. То есть, одинаковые билды. Единственное, что у Занстера пораньше газ немножко, чем у Скаллет. Но пул зато значительно позже. Почему-то, кстати, действительно он позже практически на 20 секунд. Как так получилось, я не знаю. Скаллет заказывает одну квену. Сейчас вторая будет заказана. Ну, у Занстера чуть пораньше будет мув. Так, пошли квены ещё. Здесь тоже, точнее. Сейчас будет заказан мув. Будут ли бейлинги, будет ли агрессия какая-то, непонятно пока. Так, смотрит тут что-то. Занстер на мэй, не знаю, улетает овером, боится... А, нет, это Скаллет была. Занстер красный у нас. И мув там и там. Ну, мув примерно практически одинаково вообще мув. И вот, посмотрите, что делает Занстер. Он делает Роуч Ворон. Достаточно ранний Роуч Ворон у Скаллет Беллинг Нест. Ну, такие Роуч Вороны не делаются просто так обычно. Вот в чём момент. То бишь, это будет какая-то агрессия. Три рабочих добывают у Скаллет Газ. Так, здесь линги друг с другом встречаются. Занстер ещё добавляет дронов. Но он отстаёт от Скаллет в любом случае. Мув чуть пораньше будет. Линги убегут нормально. Здесь у нас плёточка пошла. И почти готов Роуч Ворон. Ещё несколько лингов добавляет Занстер. Да, Роуч Ворон готов. Мув готов. Линги бегут вперёд. Там вторая плётка у Скаллет. Пошла. Морфятся Беллинги. Ну, бессмысленно, я думаю, уже сейчас строить Роучи без грейдов. Потому что, посмотрите, здесь уже две плётки. Здесь уже Беллинги у Скаллет перестраховалась. Она серьёзно. Так, здесь врывается на мейн Занстер. Одного дрончика сгрызает. Здесь нужно попытаться убежать, наверное. И, кстати говоря... Ну, здесь открыт проход. Но Занстер побоялся, что там Беллинги будут, скорее всего. И остаётся на мэне через шив. Здесь бегают ещё 8 лингов заказывать. Для чего Роуч Ворон строил, пока не ясно. А нет, вот уже 5 Роучи-то выходит, кстати говоря. А теперь Скаллет уже ждёт Беллингами. Как раз теперь уже не вырваться этим Лингом. Так, вот вперёд там поползли куда-то Беллинги. Скаллет видит Роучи, отползает назад. Лэйр у неё в продакшне. Здесь у нас лэйра нет, ничего нету. Так, Роучи почему-то встал в Занстер. Так, здесь какая-то отдача лингов идёт, не знаю. Третья хата пошла у Занстера. И 10 дронов он заказывает сейчас. Так, приходят Роучи. У Скаллет достаточно много юнитов здесь. Но Занстер на самом деле Скаллет уже жёстко напугал. То есть самое логичное, что ему сделать, это, конечно, назад отойти. Так, 30-го Воронина. Так, какой скорость атаки у Роучи? Так, время между атаками 1.85, а дэмэдж 3 цаха. Здесь у нас дэмэдж 16 и 2 секунды, в общем-то. И рейндж ещё 4. Как Револьвер насчитал, что Плётка это всего 1.5 Роуча. Если у Плётки больше скорости атаки и дэмэдж 2 раза больше практически. То есть это как минимум в 2 Роуча, 1 Плётка. Так, Скаллет у нас готовит какой-то подпуш. Ну, у Занстера достаточно, ну, посмотрите. Вот, соответственно, третья хата у Занстера есть. И, в общем-то, вот этот его бесперспективный пуш, он взад-вперёд побегал, а в итоге выводит макро. И посмотрите, его реально больше, намного больше, чем Скаллетт сейчас. Есть лэр, есть ли мув? Нет, мув есть у Скаллетт у Роуча, а у Занстера даже не заказан. Вот и с чём проблема. Так, Дервиш 19. Стримить я буду до конца этого турнира. Может быть, если рана кончится, там с Мишей 2 на 2 чуть-чуть сыграем, я не знаю. Но ещё часа, наверное, 2 буду стримить. Я не знаю, сколько игры будут идти. У нас 2 Бо-3, ЗВЗ, Хэппи, Сбани, ТВТ и Финал Бо-5. Ну, наверное, да, 2 часа минимум будет. Так, закапываются плётки. Так, ну что, копятся. Какая-то очень пассивная игра. Очень странно, она протекает. Я вот сижу, вообще сейчас ничего не понимаю. Если честно, в том плане, что как-то, блин, в прострации какой-то нахожусь. Ну, вроде в Занстер пушить собирался, вроде отошёл Скарлетт в ответ. Чё-то побегали. В итоге такой блеф с двух сторон. В итоге выходим в макро. У Занстера при этом всё лучше, хотя изначально было хуже. Так, спасибо за мотот визера. Некогда мне менять. Блин, что-то я забыл. Там пролига у нас была. И Скарлетт строит двух инфестров, пять уже инфестров, плюс два. Грейт делает саренджовую у Занстера только первой. И сейчас выйдут инфестры. Вот уже Занстеру будет тяжёл. Занстер, мне кажется, с 200 лимита собирается сейчас пушить. Вот у него уже 200. Сто двенадцать восемь. Да, что-то с вармхастов с двух сторон как бы не хочется. Это точно. Всем привет, спасибо, что смотрите. Пошёл Морф Бейнов. Шестнадцать Морфиса мы видим на Ксилнаге. Девятнадцать от Занстера. А есть ли Мув Беллингом? Нет, Мув Беллингом нет. И они бесполезны сейчас будут, потому что есть вот эти ребята. Они называются инфестры, и они Беллингов очень хорошо принимают, очень хорошо контрят. Врываться пытается Занстер. Микос один выманивает, мимо фактически он падает сейчас тут. У Скарлетт тоже Беллинг. Там есть какую-то парочку штучек. У Скарлетт 200 практически тоже лимита. Пошли Микосы. Беллинги ворваться не могут. Вот часть пытается ворваться, нужен на них ещё Микос. Сплитится Занстер. Ох, Беллинги всё-таки дотекают. Скарлетт не удалось Микосами всех Беллингов забрать. И энергия у инфестров кончается. Лимита примерно одинаково. У Скарлетт преимущество по грейдам. Одна атака. Сколько здесь у Занстера 16? Здесь у Скарлетт больше. Здесь отобьётся Скарлетт. Это 100%. И... Да, у Занстера... Занстер не отвёл даже Роучи. На 20 лимитов расседает. Ну что же фейловая просто... Что за битва такая вообще ни о чём была сейчас от Занстера? Я не понял, если честно. У Скарлетт уже золото готово. Пробивает камни к золоту. У Занстера строится четвёртое, но это и не золото даже будет у нас. Минус 2 Роучи. 150-170 в пользу Скарлетт лимит. Инфестры сейчас накопят уже 75. Некоторые уже скопили по 70 энергии вновь. Тут попытка забежать Роучами. Ну попытка такая. Забежать-то забежал, но что убьёт непонятно пока Занстер. Ну к вину гидролиска Роуча забрал точно. Ну приходит прирост, точнее не прирост, а основная группа Скарлетт юнитов дефится. И она отбивается. Здесь пытается Занстер ворваться тоже, пока на мэне Скарлетт оттянула там часть юнитов. Но здесь есть подкрепление. Здесь есть гидролиски, и Скарлетт здесь в хлам просто отбивает. Сейчас ещё с мэйна придут эти Роучи. 150 на 200 сейчас фактически ситуация по лимиту становится. Гидролис очень неслабо тут плюёт. Вторая атака доделалась у Занстера. У Скарлетт уже скоро армор будет. ГГВП, пишет Занстер. 1-0 Скарлетт. Вроде Занстер вёл. Фух, ну что, ждём следующей игры мы. Немного. В эхать. В entendeu? Продолжение следует... Так, ждем инвайта. Waystation у нас вторая карта. Всем привет! Кто недавно пришел. Так, не вижу у нас сервера. Не забываем плюсовать SK2TV. Как обычно я говорю, это вам. Благодарю за внимание. Отключайте по возможности отблоки. Подписывайтесь на премиум. Кто поддержать желает, реквизиты в описании. Есть там и там на Goodgame SK2TV. И так же прям через плеер теперь это можно сделать. Пошел инвайт, заскакиваем в игру. От까? Хорошо. 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 так выходит фил так заскакивает йога вот это как раз таки миллениум у нас так почему нельзя два раза плюсовать будут что раз 12 часов можно на искать давайте плюсовать поехали так home story кап 9 квалификация европейская во сколько она будет вижу через час 34 интересно этот момент конечно квалификация европейская на home story будет ли пускать в игру там сомневаюсь я и где сеточка будет тоже вопрос хороший если кто шарит ногу поиска может быть там она будет так и ранний пулу скалит обратите внимание не обратил внимание какой был он где-то может восьмой так 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 активист тримит единолично самсунг джонни д если есть вопросы по такому поводу можно писать в личку здесь у нас еще даже не заказан пула у скалит шесть лингов продакшене по поводу рекламки баннера вот этого если кому это интересно ссылочка в описании в комментариях есть на сайт на этот и и в пути уже линги занстер сейчас их увидит видит да ну хату скорее всего скалит отменит и переходит еще в газ то есть чемуф у нас будет добавляться в перспективе и начинают нагрызать линги сейчас как в личку отправить на сайте прокс точка кисточку все есть в описании канала как писать в личку там и так далее так заходит скалит на мэн 4 линга вылупляется у занстера здесь у нас 10 собак нужно быть предельно аккуратным так плёточка здесь строится в рабочих здесь муфу скалит уже по рабочим скалит впереди сейчас выход будет во вторую базу у занстера там уже 600 минералов накопилось газ заказывает нужно выходить вставить хату самому так 10 в 10 по лингам так ну что вроде санстер тоже занимает хату вторую ну ситуация все неравная пока вот линги уже на муве начинают напрягать от скалит занстер пытается дефится плетка перекапывается ох теряет линга 1 еще лингов добавляет скалит 18 уже 20 22 линга уже есть морфится несколько бэйлингов сейчас и пока нету крипа здесь у занстера очень опасная для него ситуация складывается почему бы что квинами тяжело будет контролить плетка вниз идет вот здесь ее можно окопать ну что то занстер ну зачем ты плетку то поставил ну поставь ты хоть в уголок ты сюда е-мое плетка стоит просто на берется на муве ну красавчик нападает скалит начинает сгрызать минус сек вины это гг по-моему это 2-0 сейчас будет врываются линги в рабочих г пишет занстер и выходит так идем на европу так ну что а хэппи уже ждет хэппи не любит затягивать тем более скоро у нас будет уже отборочный красно home story так на яндекс приходит поддержка 110 банк тиньков без комментариев спасибо большое очень приятно кто желает можете поддерживать тоже сегодня у нас этот турнир насчет home story я не уверен если честно получится ли ворваться скорее всего не получится там ворваться никуда так секундочку так все я так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Так, выходит фил, поехали! Спасибо, Джонни Дэ, Самсунг! У нас хэпич! Ну что же, поболеем за нашего императора Посмотрим, как он сможет побиться с Банни, которая очень неплохо в последнее время выступает Зовите всех сюда, к экранам, также Майкер еще стримит И будем смотреть мы Так, здесь у нас депошечка пошла Банни, да, насколько я помню Тут хэпи повезло, конечно, очень в данном моменте Потому что уже как-то, я не помню, с кем Банни играл, но у него ТВТ Самый-самый слабый матчап, у него что-то там 30% как бы В ТВТ, а вот против Протсов у него 70 или 80% побед То есть Протсов он просто наказывает, что продемонстрировал А с Тиранами у него очень-очень слабо С Зергами так, более-менее стабильно тоже И хэпи через рипера, я вижу, открывается Банни через первый газ Ну, на самом деле матчап можно подтянуть, сконцентрировав на нем внимание Но нужно концентрировать, естественно Так, светочку кидаю У нас есть в описании и в анонсе тоже она есть, сетка Так, барак сейчас у хэпи будет готов Газа пока нету, но рипер Ну, сейчас как раз плюс 2 раза рабочих принесет Вот, единственный минус, конечно, данного всего вот этого дела То, что хэпи очень не любит играть на сервере не европейском И если же у нас, ну, вот Он выиграет, будет играть против Скарлетт на Америке То, конечно, там не Может быть не сможет показать свою идеальную игру Он тут нужно смотреть тоже, конечно Может быть и сможет Так, летит рипер вперед От хэпи еще прилетает Видел он, где Банни живет уже Где будет запрыгивать Где-то... А, через проход все-таки Собрался вырываться Банни тут как раз двух мариков и оставляет Пошло третье депо Старпорт на Мэне Так, вот это направление не прикрывает Банни, а зря Там рипер может запрыгнуть И Елеончик у нас Плюс пошла Лаба Выход к Баншу будет Здесь СС-шка Плюс бункер для перестраховки Ну, понятно, у Скарлетт тоже пинг Но Император у нас очень придирчивый Такой в этом плане Дворянских кровей, что называется Так, не так Этак, не этак Не хочу на Америке, не буду Так, приезжает Гелеончик Рипер в бункере был Прикрывает Все Хорошо Гелеон в продакшене у Хэпи Строится Старпорт Почему-то барак не работает Да, голубых кровей Тоже верно Так, а почему, почему Так, пошли туреточки от Хэпи Почему в бараке ничего не строится Вот я просто не понимаю Вот этого момента сейчас У Бани Викинг и Ревен То есть он Баншу строить не стал Он переходит Посмотрите Ставит СС-шку Смотрите, у него лимита Больше, чем на десятку Уже на такой стадии По рабочему одинаково Как-то тут Хэпи проседает В этом плане Туретки есть Оставляет один свет На всякий случай Зачем ему свет Сейчас не знаю И наконец-то Начал хоть Мариков Подстраивать Я думаю, что в мех Будет переход В проходе Еще одна тууретка 400 минералов Хэпи Только на тууретке строят Но У Бани Посмотрите Насколько ЦЦ-шка Позже Ну вот как-то Хэпи, как обычно Рабочих так строит Что Обогнать Бани В итоге не может Блин Только-только И вот Ну не по КД Заказываются КСМ Как так, блин Здесь строится И строится И Бани с одной ЦЦ-шки Настроил Сколько Хэпи С двух Блин За последнее время Просто Единственное Конечно Хэпи мула Кидает Пораньше Чем Бани Потому что Ну тут Только-только Вот Здесь уже Два или три Мула С этой ЦЦ-шки По энергии Накидано было Здесь у нас Только Готово Только-только Орбиталка И Бани Делает выход Два танчика Ревен Два викинга У Хэпи Есть один танк Есть два викинга Есть бункер Есть второй танк Ну что Так уже будет попроще Ну по воздуху Бани Забреет Хэпи В общем проблема Потому что там У нас Дефенс дроны Есть естественно Так Врывается Здесь вот Пошел Дефенс дрон Но третий викинг Вылетает Как вы видите Марики Помогает Отогнать Ревена Очень неплохо Отгоняет Но здесь Викингов Точнее Здесь опять Два викинга Хэпи Нужно чинить Своего Пересидживает Танки Бани Но Хэпи Все видит Так Выходит Третий танк И без Сиджа Просто Посмотрите Без Сиджа Хэпи Одного подрезал Блин Красавчик Хэпи Вот он сейчас чувствует Последнее время Он очень хорошо Игру чувствует И Очень грамотно Дерется Бани Продолжает Пушить Пытается Так Минус Викинг Хэпи Здесь два У Бани Постоянное преимущество По викингам Да нафига Уже эти Нафига Эти марики Нужны Блин Я не знаю Бесполезные Лучше бы по два Викинга строить С реактора Чем по два Этих марика Я считаю Хэпи Нужно Так Пошел выбивать Танк Здесь вперед Бани залезает Чересчур Так Танк выбил Один Но еще один Остается Так Садится Викинг Наконец-то Реактор Пошел На Старпорте Так Неужели Хэпи Даже рабочих Строит При этой Атаке Удивительно Но Бани Уже впереди По КСМ Вот Ну Хэпи Третью ЦЦ Уже более Чем Наполовину Она готова Строить Третью ЦЦ Здесь Сейчас будет Реактор Готов Ревена Есть Уже На Сикер На Дефенс Дрон Простите Энергия Да Реактор Разбарака Я уже Говорил Что Действительно Странно Почему Хэпи Вообще Туда Не Перелетел Так Здесь Бани Косячит Мариков Слишком Вперед Заводят Здесь У нас Минус Марик Так Странно Достает До Туретки Бани А до Танков Не достает Посмотрите Как так Вот Она Здесь Стояла Просто Она На пол Клеточки Впереди Была До нее Доставали Остальных Не доставали Пересидживаются Танки Бани Блин Хорошо Он сейчас Двух танков Хэпи Без потерь Выбивает Это Не очень Хорошо Для Хэпи Естественно Хэпи Отходит Чуть Назад Бани Сиджится Ближе Здесь У нас Сенсор Тауэр Но Сенсор Тауэр Будет Доставать Сейчас Вражеские Танки Пошли Два Сикер Миссела От Рэйвена Естественно Минус Танк Один От Хэви Вот У него Какие-то Детали Тут Летают Как Далеко Мы Видим И Хэпи Играет Посмотрите Хэпи Играет Био Он Не играет Мех У него Уже Стимпак Щиты Продакшне Бани Делает То же Самое Сворачивает Свою Контору Уходит Назад 115 На 85 Нифига На Просто 30 Лимита Больше У Бани Причем Боевой В два Раза Выше Я не знаю Как Хэпи Будет Выкручиваться Из этой Ситуации И Третья Цц Тоже Готова У Бани Так Делает Выход Бани 130 На 98 Мне В пользу Хэпи Лимит Здесь У нас Щиты Готовы Стимпак Тоже Сейчас Будет Готов Сейчас Со Стимпаком Как Только Доделается Стимпак А клик От Бани И все Он Просто Может Хэпи В лоб Убить Хотя Нет Посмотрите Здесь Танк Сверху Нет Вру Здесь Все Так Много Тоже Танков У Хэпи В лоб Так То Просто Будет Сбрить По Грейдам Давайте Глянем Плюс Один У Хэпи Здесь У Наш Здесь У Наш Тоже Плюс Один Есть И У Бани Щиты Делаются У Хэпи Нет Вообще Как То Провально Я Не знаю Хэпи Который ТВТ Просто На Фраг Бите Укатал Корейцев Несколько Штук Мороу Проигрывает Бани У Которого Просто Так Все Я Здесь Прилетает Хэпи Дроп Не Проходит Здесь Уже Танки Есть Куда Ты В Попытка Прорваться На Мейн Прорывается Вроде Тоже Заказаны Щиты Убивает КСМ Где-то Штучек Да Нормально Убивает Где-то Штук Наверное 6-7 КСМ Сейчас Хэпи Убил На Третий Тоже Дропы Идут От Хэпи Успевает Улететь Чудом Тут Просто Каким-то Медиваком И Викинги Идут На Перехват Хэпи Чувствует Что Викинги Идут На Перехват Банни Сканет Видит Всех Этих Юнитов И Дополнительный Дроп Пошел Посмотрите Хэпи Берет Все Вместе И Сейчас Можно Ох Как Вот сюда Ворваться Будет Это Просто Будет Эпичный Дроп Такой Я не знаю Банни Может Не Выдержать Этот Дроп Светит Хэпи Видит Что Туретки Здесь Туретки Еще Не Готовы Буквально Через Секунду Будут Готовы Банни 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 2-2 В продакшне И Как Раз Под Грейды Еще Дроп Секунду До Готовности В лоб Банни Не Наломиться Будет Танк Выбежит И Уже Скорей Блин Столь Он Тысячу Залпов Сделал Так Здесь Минус КСМ Лимиты Сравниваются Практически Прилетают Викинги Сикер Миссел Пошли Так Ну В один Только Сикер Миссел В танк Прошел Бешка Выбита Так Принимает Хэппи Бой Танк Его Стреляет Надо Медиваков Уводить Пытаться Банни Пытается Викингами Контролить Забирать Ну Что ж Отбивается Банни И До сих пор Кстати Ох Медиваки Сейчас будут Сбиты Скорее всего Хэппи Ну Куда же Ты летишь Хэппи Друг Ну Что ты Делаешь По лимиту Опять Просадка Пошла В лоб Хэппи Боится Подраться Почему-то Я не знаю Хотя Здесь Посмотрите Здесь Уже Войск Мало У Банни Так Еще один Дроп На мэн Сейчас пройдет От Хэппи Вот он Врывается Мы видим Танк Сиджит С1 Танк Сиджит С2 Стимпак От Хэппи Минус Танк Банни Грейд 1-1 Здесь тоже 1-1 Вторая атака Скоро будет Готова Но Разменивается Хэппи Хорошо Сейчас уходит Под танк Здесь Три медивака Есть У Банни Нет Как же Развел Он его Дропами Беднягу Так Без танка Дерется Банни С танком Дерется Хэппи Грейды Еще не готовы Грейды Тоже одинаковые Банни Здесь разваливается В хлам Ну Вторая атака Сейчас будет Готова Единственное Что у Банни Лучше На данный момент Так Забирает Танк Хэппи Банни Тут Отобьется Конечно Но Размен Офигенно В минус Для него Прошел И медиваки Улетают Видим Потери 10 на 8 800 Что-то Хэппи С медиваками Закосячил Здесь Закривил По-моему Так Здесь Дроп готовится Три танка Еще от Хэппи Плюс Марики Пошел Пошел Врыв Один танк Прямо На мариков Банни Дропается Банни Стимпачится Вот этот дроп Уже не очень Хорошо Прошел От Хэппи Хорошо Банни Его принимает Грейдов Больше Но Хэппи Все еще больше Лимита 10 нужно Бустить Медиваки Да вот же они И в лоб В лоб На лом Пошел Я не заметил Хэппи Ломает Тут Банни Наконец-то Освобождает Выход себе Мейн Кончился Нужно Начинать Добывать Третью Уже Медиваки Спаслись Все втроем Хоть и ХП Мало Так Что у Хэппи Единственное Что у Хэппи Плохо Так это то что Он грейды Не делает Но у Банни Танки сидят Один где-то сзади Забыл вообще Танков у Хэппи Больше Здесь дроп пошел Какой-то гигантский Ну Хэппи Ну что ты делаешь Вышел ты в центр Зачем дропаться Это еще Уже позиционно Как-то нужно Занимать здесь Выигрывать В общем-то Грейдов Нету Так Банни идет В центр Там Хэппи Марик стоит На Ксилнаге Здесь у нас что КСМ Акверл С второй Тоже нужно Перевести Часть Смотрите Банни Выходит в центр Хэппи Выходит Тоже к третьей базе Банни Ну что же Размен у нас Еще Кто будет В размене Расторопней Хэппи ЦЦ Увод У Хэппи Уже готово Небольшое количество Юнитов Вместе с танчиком В этом плане В обороне У него будет Все лучше Так здесь Танки сиджатся Хэппи Банни Какой-то маленькой Частью тут Пытается Сдержать Хэппи Ну что это такая За маленькая часть Пошел дроп На мейн От бани К Хэппи Лимита Больше пока У Бани Так И заказа Нет у Хэппи А здесь Ооо Здесь на мейне У Бани Есть чем Отбиваться Светит Светит Хэппи Все видит Шатал Шатал И не дешатал По-моему Хэппи По итогу Если мейн Бани Не сможет Убить Все плохо Потому что Здесь еще И ресурсов Из-за Из-за Постоянных Дропов Там много Ресурсов У Бани Осталось Еще Вот в чем Проблема Хэппи Здесь основная И Он сможет С мейна Еще отстроить Часть юнитов То есть у него Саблай блоку У него нету Так Загружается Хэппи Красный медивак Куда ты вперед Ты ведешь Красный медивак Дроп провальный Просто идет Здесь И Бани Отбивается Просто в хлам Блин Здесь Че Хэппи Сейчас соорудил Такого Я не понял 1-0 Пульзу Бани У нас еще Становится Ну что ж Еще не вечер Как говорится Ну уже опасно Потому что Бо-3 Так На Яндекс Альтею Ты просто Жестишь Спасибо тебе большое Спасибо тебе за твои стримы Надеюсь ты это дело не бросишь Будешь улучшать качество Не потеряешь эмоциональности Поскорее выбирайся из кухни Да и меня уже сгонят из кухни Просто Мне все не перенести стол Хотя там ближе к комнате К дочке Эмоциональности придется Поменьше проявлять Но Тем не менее Привет твоей жене и дочке Пусть у них все будет хорошо Спасибо тебе Кстати Сейчас я поставлю вам ФП и пойду Мне там Как раз же Назвонил Надо забирать Она там с Чарликом гуляла Вот Спасибо тебе Альтею Повторил ты рекорд По максимальному Максимальной поддержке Который был у меня В общем-то Благодарю тебя Так Ставим ФП от Императора Так А где Император У нас Это Император Или нет Да Эйзэм готов Эйзэм готов Эйзэм готов Эйзэм готов Эйзэм готов Эйзэм готов Продолжение следует... 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 Как же так? Не знаю, как так. Ну вот... Печаль. Печаль, беда. Так, поехала разведка от Хепища. Не через рипера играет поздний газ. У него на мэне не пошел. То есть это факта с выходом в ццшку. А у бани опять газ был до барака. То есть это будет факта у нас. Раннее Хепи сейчас это спалит. Ну, в принципе, он нормально может законтрить. Как раз таки то, что делает бани. Так. Приезжает КСМ-ка, начинает пилить. Тут депо не дает бани построить. Нормально Хепи. Пусть Амарик выйдет. Сейчас прогонит естественно Хепи КСМ-ку. Вот он видит, уходит. Дэмэджа вообще не получил. Полетел мул. Нужно бункер перестраховываться, стравить сейчас, я думаю, в Хепи. Потому что могут гелионами его серьезно напрячь. В лоб, ну, в лоб нужно, в общем-то, дефиться. Иначе и желательно, чтобы вообще стенка была. Почему? Потому что если стенки нет, то могут ворваться гелионы, а на мэн там марики отвлечь. И очень плохо все будет. Вот факту сам Хепи строит. Реактора на бараке нету. Может быть сейчас закажет. Потому что с реактором гелионов очень эффективно против этого строить. Чтобы отбиваться. Потому что очень хорошо ими дропы принимать. Плюс в лоб там со вражескими гелионами драться. Плюс, естественно, нужен будет и Старпорт Хепи. Здесь у нас лоба на Старпорте у Банни. Сейчас будет Банша заказана. Возможно, с инвизом газа 200, обратите внимание. Да, пошел инвиз и Банша. Очень ранний инвиз. Нужно Хепи понять то, что происходит. И, естественно, ему нужно БЕ-шку пораньше поставить. И да, и он делает БЕ-шку. Он понимает то, что такой билд, как был у Банни, он предполагает Баншу с очень высокой вероятностью инвизного. Так, да, я коляску заносил, естественно. Доктор Чума. Так, пошла ЦС-шка от Банни. Банша летит, строятся рабочие. Садится Марик в бункер. Три уже там сидят. Сейчас будет Викинг готов. Факта улетает слабо. Сейчас слабо будет Старпорт на лабе сидеть. На факте тоже лаба пошла. Танчик будет. Сейчас будет Ревен у нас в праве, что Банша врывается, но видит Туретку и никуда она в итоге не врывается. Но КСМку Банни одну успевает убить, тем не менее. Вылетает Викинг. Стреляет по Банше. Банше приходится улететь. Ревен у Банни тоже будет. У Хэппи тоже будет Ревен, естественно. И здесь Танчиков начинается продакшн. Это, наверное, будет поджим, как в прошлой игре, такой же. Но в этот раз не получится. Банни беспрепятственно прийти тут, наставить дефенс дронов и выиграть дуэль воздушную. Почему? Потому что у Хэппи тоже будет Ревен. У него, конечно, энергии будет поменьше, чем у Банни. Но вот здесь сотка будет точно. У Хэппи, я думаю, тоже к приходу соточка будет. Поэтому дефенс дрон будет против дефенс дрона. И экономика-то у Хэппи лучше. На 5 КСМ-щик сейчас больше. Хороший вопрос. Во что будет выход? Я вижу реактор на бараке. То есть это реактор, естественно, под это здание, под Старпорт. И викингов уже по 2 будет в продакшн. Хэппи, кстати, смотрите, где танк ставят от вероятного выхода. Но вот на этой карте с этой позиции очень сильно можно минеральную линию напрягать. Так, здесь у нас Лаба на бараке. Не понимаю, что пока Банни будет... Не понимаю, пока что Банни будет собираться делать. Потому что... Вроде как и Лаба на бараке, и Марик стру... Ага, стимпак пошел. И у Хэппи тоже стимпак. Что ж такое? Прям Хэппи против Банни? Вот чего-то ему в био очень хочется, блин. Так, ну с Мишей я говорю 2 на 2. Если кончится турнир рано, сыграем, наверное. Почему? Почему хочет... Банни так сильно наломиться, блин. Не наломиться Банни, а Хэппи, точнее... И Банни хочет наломиться. Почему Хэппи так сильно хочет био сыграть вообще против Банни? Ведь он очень любит мех. Особенно в ТВТ. Но насчет Миши не знаю, там, как он еще. Захочет ли он сыграть. И будет ли время у него... Ну, потому что еще ведь есть у нас в Home Story как подборочный. Дефенс дрон от Хэппи пошел. Так, стреляет по Викингу. Ну вот Хэппи кинул Дефенс дрон, а Банни-то не кинул. У него на 2 скоро накопится. У Хэппи 0 будет. Не очень хорошо, конечно, это. Вот. Ну, продакшн стабильный у нас идет. Викингов, во-первых. Вот танк застревает у Хэппи. Посмотрите, какой косяк, блин. Нужно его как-то вывозить отсюда. А как? Медивак нужно делать, что Хэппи сейчас и делает. Взлетает Факта. Тут приходится лабу в новом месте заказать. Да можно через шифт, ну, точку сбора. Чик-чик сюда, он бы выходил бы. Зачем так рано, ну, вот, лабу новую восстанавливать? Не знаю. Третье ЦЦ от Хэппи. Банни третьего ЦЦ не делает. Копятся вот тут в центре. И у Банни-то мех или что у него? Нет, у него не мех. Но у него очень много танков. У него 4 штуки. У него много викингов. Давайте по викингам глянем ситуацию. Сейчас на данный момент 7-5 в пользу Банни. Банни, блин, и он сейчас может, кстати, выиграть воздушную дуэль. И очень тяжко будет Хэппи. Здесь у нас... Так, под... Так, Хэппи делает залпы. Погодите, а где у Банни Рэвен? Вот он где летает. Забыл он его. Ну, как так забыл-то Рэвена? Здесь Хэппи прекрасно обороняется, пока занял позицию вовремя. Бараков 5 уже. Продакшн хороший начинается. Здесь бараков очень-очень мало. Так, и полетел дропчик от Хэппи сейчас. Но у Банни Ксилнага контролится. То есть, если он сейчас в рейндж Ксилнаге попадет. Так, дефенс дрона от Банни. Идут целых 2 штуки. Он по воздуху. Фламп Хэппи здесь сбривает. Вот то, о чем я... То, чего я боялся. Банша врывается. Начинает танки напрягать. Хэппи же собирается на мейн ворваться. И, кстати, Банни нечем ответить на врыв этот на мейн в Хэппи. Блин, Банша это жестко напрягает. Залпы танков пошли. А нет, он не на мейн. Он на вторую прям дропается. Но здесь танк есть, блин, Хэппи. Почему ты сюда? Почему не сюда? Здесь бы вообще жестко разломал бы Банни. Так, стимпатчится Хэппи. Банни его выбивает легко. Так, здесь Банша начинает танки напрягать. Блин, какой жесткий напряг, а? Вот проиграл воздух. И все. И теперь одна Банша, блин, с ней нифига не поделать просто. Ничего вообще не поделать. Сейчас Банни займет позицию. Он просто выбьет Хэппи со второй базы. Придется рабочих уводить на третью всех. По лимиту одинаково. Хэппи здесь не напряг. Дропнул бы на мейн сюда. Мариков убил просто. Идет разменный выход сейчас от Хэппи. Кстати, выход очень неплохой. Можно вот здесь засиджиться и задропать мейн. Но Хэппи в лоб собирается, по-моему, ломиться. Вот это тоже не очень хорошая, по-моему, идея от Хэппи. Так, начинает напрягать СЦ-шку Банни. Третью начал добивать Хэппи. Но добыча есть, слава богу. Нужно чинить СЦ-шку нужно. Да можно уже улететь, мне кажется, на четвертую даже. Банни готовится встретить лоб. И танки-то заспличены сейчас очень сильно у него. Так, стимпак, врывается Хэппи. Танки подсиджим. Сейчас нужно баневский танк забирать. Забирает танк Банни. Танки свои Сиджа снимает. Идет вперед. Сейчас СЦ-шку можно выбить будет. Пересидживает танки. Отлично. КСМ-ки начинают погибать. Здесь СЦ-шку не поднять. Тут сразу викинги могут сбрить ее. Так, ну что же. У Банни вторая не добывается. Но по лимиту ровно пока. Но рабочих у Хэппи больше. То есть он на третий там больше, чем Банни отсюда добывает. Здесь викинги пытались сесть. Были отбиты. Так, Банша пытается ворваться. Сикер Миссл по рабочим пошел. Лышь ты Банни какой. По рабочим Сикер Мисслами кидает. Минус КСМ-ки. Сейчас может погибнуть СЦ-шка. Это просто. Напросто. Придется ее поднять, а викинги ее в момент забреют просто. Так, здесь танки напрягают. Так, вот этот можно выбить на самом деле. Медивак Банни, я считаю. Так, передроп пошел на мейн. Какой-то дроп от Хэппи идет сейчас. Так, здесь КСМ-ок новых выводят на починку. Сейчас уже на Сикер Миссл новой будет энергия. Здесь Банни пытается подраться. Хорошо. Хорошие залпы танки Хэппи делают. Мариков очень много сбривают. Но Банни здесь отбивается. Ну вот новый дроп. Четыре. Медивака идет. Можно прямо наверх дропоса. Мне почему-то так кажется. Медивака 2 Хэппи спас при этом. Это хорошо, естественно. Куда он сейчас дропаться собирается пока для меня непонятно. Почему викингов не восстанавливают тоже непонятно для меня пока. Так, дропается на мейн Хэппи. Так, стимпак пошел. Медиваков очень много у него здесь. По грейдам 1-0. У Банни 1-1. Грейды лучше. Танк пересидживается. Нужно отходить из-под танка Хэппи. Что делать сейчас? Ох-ох-ох-ох. Медиваков много преимуществ в этом компоненте. Очень хорошее здесь. Можно разбирать Банни. Можно разбирать его прирост. Лимита пока больше. Держится Хэппи. Здесь задейвовался. Третья стабильно добывается. Это хорошо. Медиваки стабильно лечат Мариков. КСМки начинают бегать. 20 КСМ у Банни на 45 Хэппи. Так, Марики 3 штучки живы. Так, стимпатчится еще Хэппи. Но медиваков энергии больше нет. Оставляют они Мариков. Забрал бы тогда, раз лечить не собирался. Так, здесь у нас что? Здесь у нас каким-то образом Хэппи забрал Викингов. Достаточно много Банни. Так, Сикер Миссел по КСМке пошел. Но она уходит и принимает свою смерть вдали от своих друзей. Потому что иначе с Клэшем бы их тоже забрало. Так, очередной выход от Хэппи. И Банни, он ловит часть юнитов. Посмотрите, что тут происходит. Минус Марики. Минус танк моментально. Так, здесь у нас Банни все еще. Но вот в чем проблема Банни в этой игре? Он увлекся вот этим напрягом ЦЦшки. Не подумал о том, что у Хэппи вообще третья база может быть в принципе здесь. Минус Викинги и минус танки с двух сторон Хэппи просто все выбивает. Сейчас отличное действие. И вот здесь-то добыча идет полным ходом. Здесь факта есть. Сейчас армору у Хэппи будет 1-1. Грейды станут. Он просто Банни в лоб сейчас убьет. Мидиваков 8 штук у Хэппи против 4-х Банни. Тоже очень важный момент, когда Марики на Марики дерутся. Чем больше лечится, тем... Ну там в общем-то не в прогрессии, в такой геометрической эффективности увеличивается. То есть в принципе там 5 Мариков с двумя медиваками могут 8 без потерь убить, например, практически. Если контролить грамотно. То есть это нормальное абсолютно явление. Но в больших количествах не так, но тоже эффективно. Посмотрите, как Хэппи лечится. ГГ пишет Банни 1-1. Посмотрите, АПМ у Хэппи 260, блин. У Хэппи очень высокий АПМ. Но у него и контроль хороший, блин. Ты что-то, блин, не забывать бы ему рабочих подстраивать. Потому что есть у него, конечно, такая-то проблемка с этими рабочими, блин. Было бы вообще тогда круто бы. АПМ у Хэппи 200, блин. АПМ у Хэппи 200, блин. Так, призовой 500 долларов Этого турнира Вся информация есть Есть турнир в описании Ссылочки Можете смотреть Это не проблема И финал у нас Бо-5 будет Сейчас второй полуфинал у нас идет Бо-3 Первый закончился в 2-0 Со счетом в пользу Скалет Выиграла она Занстера И сейчас мы надеемся на нашего Соотечественника Хэппи Дмитрия Костина Из Москвы На то, что он выиграет Баня, у которого ТВТ не лучший матчап И выйдет в финал И мы поболеем за него Было бы это круто Дмитрия Костина Костин против Хостин Ну да, кстати Возможно будет Костин против Хостин Саша или как там Скалет Забыл я Саша Не Так Понятно, что Я не знаю Про какую объективность ты говоришь Но очевидно, что Баня ТВТ не очень хорошо играет Просто в отличии от Хэппи Который вот на Фрагбите просто недавно Забрил всех Понятно, что проценты там Не такие печальные То, что у Бани 30% Это Не значит, что он проиграет Мне, допустим Тирану Или кому-то еще там Там Стрелку Я не знаю Или кому-нибудь из наших тиранов Там Ноу-нейму Так Приезжает Хэппи Два барака не заметил Здесь Риппер из двух бараков А у нас здесь Марики Один Риппер есть у Хэппи Заказ на факта И вот это очень опасная Стратегия от Бани Так что Мародерчиков одного Против них с фугасами Еще добавить Было бы круто Риппер летит вперед Потери по одному Рабочему Там и там Хэппи стоит уже Тут на Посмотрите Где он стоит Он стоит на Рампе Но Бани То не собирается Врываться Вот через это место Он отсюда будет Ох, ребята И Бани Так как отсюда Будет врываться Может Хэппи Просто загромить Здесь Потому что Блин Три Риппера С КСМ И двух Риппера И двух Мариков Ну, третий Марик приходит Правда, мы видим Ну что же Пошла битва Бани тут контролят Хэппи тоже контролят Бани отлетает Ну, хорошо Хэппи все не потерял Нужно уходить Срочно наверх Нужно по КД Гиллионов строить Что Хэппи и делает В принципе И стараться принять Просто В месте вероятного Запрыгивания Бани наверх Пять У Триперов У него переход Мариков идет СС-шка в продакшне У Хэппи нет Пока СС-шки Так Бани собирается Врываться И Хэппи Повезло Хэппи он ждет Прям там где нужно Как же Бани сейчас Минус два Риппера Нафиг Или три Два Нет, два Минус Все Атака не удалась Такую сейчас Бани Учудил просто Такую Бани Сейчас Учудил Просто Бред Просто Сделал Так Врываются И Гиллионы Тут Хэппи тоже Что-то слишком уж Как-то бодро Ворвался Сразу потерял Гиллиона Теряет второго Здесь у нас Контроль пошел Марики идут Тут еще один Гиллион Приезжает Собирается Бани Напрягать Как он собирается Напрягать И что Бани боится Сверху стоит Я сейчас не понимаю Просто А, медивак Ну с медиваком Кстати уже Получше Можно подраться Хэппи естественно Потому что Лечит Мариков Он Гиллионами Можно залпы Очень неплохие Делать С флэшем попадать Сэсэшку Сам заказывает Строит реактор Где он строит На бараке реактор Строит Напрягает Сэсэшку Бани И Бани не может Ничего сделать Потому что здесь Два Гиллиона Есть Марики Третий Гиллион Уже подъезжает Сюда мы видим У Бани один Готов тоже Принимает Хэппи бой С этим Гиллионом Убивает его Выживают У него все Гиллионы Но Один погибает В итоге Бани сплитится И передробщик От Хэппи Пошел очень быстро Сейчас Так Ну Лимита У Бани Больше На два Рабочих До сих пор Больше У него Сэсэшка То есть По экономике У него Все хорошо Вот Хэппи В догон Сэсэшку Тоже Ставит У Хэппи Баракев Добавляется Зюнбил Будет играть Это очевидно Становится Сейчас Ну вот Сейчас У Бани Рабочих Нет Меньше Не стало Но Хэппи Убил Парочку Это 100% Викинг Собирается Встречать Этот медивак Хэппи Блин Лети Вперед Скорее Нужно Дропнуться Отсюда Улетает Хэппи Ох И Бани Просто Одного Выстрела Не хватает Был бы Этот выстрел Если бы Вот этот Медивак Сбил Бани Сразу бы Заметно Позиция Хэппи Ухудшилась Потому что Тут лимиты И так Маленькие А здесь Просто 4 2 Это было бы Не очень хорошо Тогда Для Хэппи Викинг На второй базе Стоит Еще один Викинг Продакшн И строит Уже Хэппи Танки Заказан Стимпак По 5 Мариков 2 реактора Сейчас будет Продакшн А что же У нас Бани Он тоже Выходит Био У него Тоже Стимпак Ненамного Позже Чем у Хэппи Тоже Сейчас Медиваки Будут Так Гелионы Приезжают Опять От Хэппи 3 штучки Ну здесь У Бани Есть 2 Тоже Прогоняет Он Хэппи Хэппи Не стал Даже Пытаться Заехать Марики У Бани Стоят Рабочих Больше Опять Рабочих Кто светит Куда А Бани Светит Хэппи Видит То что Хэппи Играет В био Хэппи Делает Реактор На Старпорте Здесь У нас Уже Реактор Готов И Третье ЦЦ Пошло У Бани Ну что ж На шаг Впереди Бани Хэппи Сейчас Потому что Он реально Опережает Его по всем Параметрам У него ЦЦ Третья Раньше У него Экономика Сиднее Единственное У Хэппи Продакшн Сейчас Жестче У него Боевой Лимит Чуть Чуть Повыше Но по Рабочему Ну как На 6 Остает Недавно На 3 4 Остал Уже На 6 То есть Явно Не строил Просто Количество Рабочих Одинаковое Так Здесь Марик Принимает Бани Гелеоном Своим Светит Хэппи Видит Тоже Выход В био Видит Он И ЦЦ Третью Сейчас Этим Светом Так Есть Викинги Нужно Какие-то Действия Хэппи Начинать Делать Потому что Бани Не собирается К нему Друг У Хэппи Тоже Третья Так Здесь Гелеон Хэппи Ездит Бани Симпачится Прогоняет Его Гелеона Хэппи По рабочим 50-43 На 7 Бани Больше Вот Хэппи Не строит КСМ Хоть Ты убей Вся Вот Нету Просто Сейчас В продакшне КСМ А база Не раскачаны Нормально До конца Газ Добывается Одной Всего КСМ На второй Базе Мы видим Полетел Двойной Дроп Так Щиты В продакшне У Хэппи У Бани Тоже В продакшне Щиты У Бани Уже 1.0 Грейда Есть Армор Заказан Так Прилетают Медиваки Дропаются И Повезло Хэппи Бани Не заметил Эти медиваки Сейчас Все зависит от того Заметит ли Вот этот Викинг То есть Можно Случайно Мимо него Прорваться Сюда И очень Сильно Напрячь А можно Попасться На него И Бани Вовремя Среагирует Застимпатчется И легко Отобьется Это Очень важный Момент Естественно Пока что Хэппи Не знает Что происходит Пошел Свет Там Куда-то И Дроп Одновременно На вторую Готовится Так Врыв Не получился Улетает Хэппи Дропает Сейчас Гелиона Выбит Бани Видит Это все Стимпатчется В это время Хэппи Залетает На вторую Базу Минус Несколько СМ Стимпак Пошел Туретку Жизбе Сейчас не улетишь Ты Ну два Медивака Сейчас можно Потерять Ну ЦЦшку Хэппи Фокуснуть Успеет Успевает Фокуснуть ЦЦшку Прекрасно Дроп На мейн Проходит На ровном месте Начинает Бани Шатать Просто Дроп На мейн Проходит Можно Армори Сейчас Выбить И Бэшку Но грейды Здесь не делаются В принципе У Бани Да Бэшка Выбивается Армори Не успеет Хэппи Выбить Бани Стимпатчется Все криво Снизу Там часть Юнитов Посмотрите Бани Приходится Передропываться Хэппи Это видит И забирает Своих Мариков Улетает На вторую Здесь Стимпак Пошел Минус Медивак Дропается Хэппи Принимает Бой Но нужно Медивак Увести Хотя бы С одним Мариком Медивак Улетает Сэшку Третью Бани Вторую Точнее Восстанавливает Третья Вот она Добывает Лимиты Одинаковые Боевые Одинаковые И у Хэппи Все Вот после Этих двух Дропов Хэппи Отставала Теперь у него Все хорошо Стало Даже я бы Сказал бы Может быть И получше Чем у Бани Потому что у него Грейды Начнут Побыстрее Делаться У него Две Бэшки Сейчас Армори Будет Сейчас Вторую Атаку Закажет 2-2 Сейчас Сразу же Закажет Так Медивак Здесь Летает С Мариком Пошел Скан Бани Прекрасно Видит Что тут У Хэппи Происходит У него То же Самое Примерно Происходит И вот Несмотря На все Эти дропы Хэппи Отстает По рабочим До сих пор Отстает Ну как так Где Почему ты Не строишь КСМ Что это За Бомжи База 9 рабочих 2 мула Здесь 16 Уже Должно Добывать Так Факту Вторую Добавляет Слабый Есть Какое-то Забегание Готовится Так Марики В районе Ксилнаги Приняты Три штучки Были Хэппи Уже Начинает Действовать Активно Пытается Занять Позицию Такую Чтобы Третью Напрячить Сейчас Сиджем И Кстати Занимает Позицию Неплохую Хэппи Сейчас Мы видим Залпы По танкам Проходят Минус Один Танк Бани Нужно Пересидживать Вот сюда Если Хэппи Вот сюда Танчик Рассиджит То может Минеральную Линию Да он Везет Посмотрите Два танка Сиджит Их Прям за Минералами И Передроп И Мариков Наверх Хэппи Инициативу Сейчас Перехватывает Целиком И Полностью И Бани Только Обороняется Хэппи Играет Номером Один У него Больше Опыта Просто В ТВТ И Сейчас Очевидно Что он Просто Все Грамотно Делает Бани Пытается Отбиться Стимпатчится Хэппи Много Танков С двух Сторон Бани Нападает И отбивается Прекрасно Кстати Сейчас Он Лимита Становится Больше Но Рабочих Больше У Хэппи Продакшн Лучше У Бани Только Вторая Атака У Хэппи 2-2 В продакшне Делается Так Бараков Много Так Что там Маша Купается Что ли Сейчас Секундочку Ребята Идет Выход Светит Бани Хэппи Сейчас Видит Что он Стоит На второй Базе Хэппи Видит Выход Вражеский Сейчас По грейдам Будет Преимущество Здесь У нас Медиваг Прилетает Так Светит Хэппи Лимит Одинаковый Абсолютно Но Боевой То у Бани Выше На 20 Рабочих Хэппи Просто Больше Вот это Направление Тоже Нужно Контролить Обязательно Хэппи Потому что Бани Может Зайти Обойти Там Четвертая Цц У Бани Пошла Здесь У нас Медиваг Возвращается Третья Атака Хэппи Нет Это Бани Третью Заказывает Хэппи 2-2 3-3 Он не заказывает Пока А зря Потому что Очень важно Сейчас по грейдам Не отстать Да Тоже Третья Атака Пошла 3-2 Бани Заказывает У него Вторая Бэшка Восстановлена Хэппи 3-3 Заказывает Молодец Скоро Будут Полные Грейды Лимита Больше Ухэппи Сейчас Так Врыв Идет От Хэппи Бани Ждал Мариками Своими Туретка Гигантский Просто Дэмэдж Наносит Сейчас По Медивакам Хэппи Но В принципе Он бой Этот выигрывает Но дальше Это что Дальше Здесь делать Нечего Просто Дальше Здесь делать Нечего Хэппи Нужно Выходить Центр Бани Позицию Четвертый Ухэппи Кроме Четвертый Он Нужно Видит Хэппи Ну Не достает Хэппи До танка А вот Этот танк Будет До минеральной Линии Доставать Поэтому База Эта Добываться Не будет 200 на 200 Лимита Бани Делает Выход Здесь Три Марика Стоят Каких-то Непонятных Цц Садится Все-таки В итоге Так Светит Бани А видел Ли Хэппи Вот Бани Выход Делает Так Планетарка Морфится Но Так Выбивает Фокусит Танки Хэппи Пытается Бани Но Много Не отфокусил Здесь До планетарки Достает Естественно Бани Заблочил Хэппи С двух сторон Но Шанс У Хэппи Какой сейчас Вот это Все сложить Может быть Парой КСМ Вот это Все дело Выбить На халяву Что Бани Тяжело будет Наломиться Цц Подними Сейчас Убьют Тебя просто Орден Тарсона Намечается Поднял Цц Успел Красавец Хэппи Бани Делывает Гриды Сейчас у Хэппи Будет Плюс 2 На технику И вот Хэппи Собирается Дропаться Сейчас Бани Стимпатчится С двух сторон Хэппи Выбивает Идет В лоб Неужели Это ГГ Сейчас будет Хэппи В это время Врывается На вторую базу А как в лоб То отбиваться Здесь танки Танков мало Но здесь 3 штучки Есть Нужно на мэй Не дефиться Так Почему Хэппи Встал Ну врывайся Сюда Здесь ничего Нету Сейчас Проблема Серьезнейшая У Хэппи Сейчас Танки Рассидживают Да Наконец-то Полетел Дроп А Бани Видит Реагирует Минус 1 Медивак Сразу Вообще Ничего Дропнуть Не успел Это провал Ребята Дроп Не удается У Хэппи Просто Бани Возвращается Всеми Хотя Посмотрите В какой куче Он там просто Сфлэш какой Получает Висел Пока Думал Ворваться Или нет Бани Успел Вернуться Медиваки Улетают Конечно Часть Ну У Хэппи В итоге Позиционно Он на двух Базах Против Бани Пяти Ооо Не Ребята Что-то Тут Все Плохо По-моему У Хэппи Попахивает Еще Там 2-1 Сейчас Я не знаю Как он Собирается Тут Удбиваться Бани Грейдов Доделывает Еще Что Хэппи Блин Игру Слабенькую Откровенно Продемонстрировал Да Дропался Да Ну И что дальше Позицию Ну ТВТ Это позиция В первую очередь Бани Просто К центр Не контролил А Хэппи Сидел Здесь Линию Какую-то Мэнергейма Создал Блин Неприступную Он На нее Никто Нападать Не собирался Он От четвертой Просто Отсек Бани Хэппи Элементарное Действие Блин И Вот в итоге Результат Вы видите У Бани Много Здесь Лимита Действительно Много Здесь У нас Медивак От Бани Подлетает Он Идет Вперед Здесь Хэппи Сиджатся Так Стимпак Два танка Хэппи Здесь Стимпачица Хэппи Бани Нападает Ну Не лучшим образом Размен тут идет Для него Так Хорошие залпы Минус 3 танка Сразу Здесь Дроп на четвертую Проходит Здесь Бани Стоит Прямо рядом С четвертой На вторую Нужно было Пытаться Ворваться Как и до этого Я думаю Так Стимпак От Хэппи Минус Планетарка Очень быстро Бани Тоже Сиджатся Стимпачатся Танки Уже на Мэйне У Хэппи Так Передропнул Бани Танки 115 185 Ну И что в итоге У Бани Есть добыча Вот здесь У Хэппи Ее практически Не осталось И у Хэппи Погибает Мэйн Сейчас Ему Ему нужно Брать вот этих Юнитов И идти назад Передропываться А Хэппи Дропывается На вторую И что он хочет Здесь достигнуть Каких целей На второй базе Вот на этой Да Дропнулся Но Медиваков Потерял часть При этом Танков Не так уж Много в атаке Здесь СЦшку выбил Да действительно Здесь Марики Заходят Мы видим Здесь как отбиться Здесь пару Мариков Вот наверх Дропнул И все хорошо Стало Сразу же Но Хэппи Нечем Дропнуться Бани Отбивается Вот здесь Вот это ГГ Ребята 58 на 157 Два раза больше Лимита Сейчас в общем-то У Хэппи ГГ У Бани Пишет Хэппи И Бани выигрывает 2-1 Это полный провал Вообще Не получится Выболеть за Хэппи В финале Вот такие вот дела Так Я как понимаю Мы идем на Американский сервер Сейчас Да Подставил У нас Хэппи Конечно ТВТ Блин У Бани Плохое Ну что же Всех я приветствую Благодарю за внимание Благодарю за отключенные от блоки Подписки на премиум Кто желает поддержать Можете поддерживать Реквизиты в описании И через плеер Мы сейчас Финал посмотрим Бани против Скарлетт А не Хэппи Против Скарлетт Ну что я могу сказать Просто не хватило Экономики Хэппи Вот в чем проблема То есть Он не вышел Вовремя на третью базу Вышел бы вовремя На третью Все бы было хорошо Так нет же Что-то летал Летал Зад вперед И проиграл В итоге На четвертую Простите Конечно Три было Там Четвертую Она водня в тросе Пришла тут Маша ко мне С Дашей Неожиданно Люди Уходят Но Финал будет интересным Не спешите расходиться Блин Жаль конечно Что Хэппи Не прошел Ну а что поделаешь Ничего тут не поделаешь Фу Сейчас я вернусь к вам Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, хэппи в призовое не попадает. Дело не в призовом, а в том, что проиграл. Вот самое главное. Мы ждем, пока подчеркают карты игроки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, вроде подчеркали карты. Так, сколько мая маленькая. Как я говорил, май такой расслабленный месяц вышел, что много праздников было, стримов поменьше, чем в апреле, конечно. В июне будет чемпионат мира по футболу, сейчас по хоккею, а еще в июне будет годик моей дочке, 6-го числа. Так что, в тех датах стримить я не буду, я думаю. И мы ждем финала. Скоро он начнется. Я думаю, что хобби нормальную НЗП получает, поэтому в русской команде и сидит. Так, спасибо протус госу, пока рано поздравлять. Вот, всем спасибо, но год пролетел быстро, пролетят и 10 быстро, и 20. Так, коленку пока не чинил, но она функционирует, как бы, но... Буду я потом разбираться с этим вопросом конкретно. Поляков Ив, да, ну как сложится, посмотрим. Вообще, конечно, да. Так, привет, 1АЗ1. Поехали. Бо 5 у нас, 0-0 счет. Фрост, первая карта, Мороз она же. Бани против Скарлетт, думаю, будет интересно. Давайте посмотрим. Неплохо играет ТВЗ Бани. Похуже ТВТ, но вот хэппи, тем не менее, выиграл. Так, голосуем, кто победит. Визор создал голосование. Будет ли это Скарлетт или Бани. Сейчас посмотрим, что будет. Во что будет играть Бани. Будет ли Меха или нет. Кстати, 14-й ЦЦ у нас наблюдается сейчас. Не добывает один минерал Бани, вот этот. Почему именно этот, не знаю, хотя он не дальше, чем другие. Да, Бо 5, конечно. Соплай такой непонятно. Ну, просто так Бани поставил. Здесь барак можно поставить. Здесь второе ДХО. Я не знаю, как-то странно, да. И пошел барак, мы видим. Продакшн, не ЦЦшка. Так, и Скарлетт, по-моему, третью хатой отвечает на 14-й ЦЦ. Очень-очень ранний, после пула, конечно. Но очень ранний, третий хатой. Да, и пошла третья хата. Здесь у нас газ начинает добываться. Овер улетает назад. Сервер американский. Не тому, не тому. Скарлетт в Корее и Бани в Европе. Не знаю, кому лучше. Это в итоге. Так, бункер от Бани. Он ничего пока не знает. Разведки у него не было. Если бы он знал, что там такие три хата ранние, то бункер бы и не строил бы так рано. Лишние 100 минералов не вкладывал бы в него. Так, да нет. На Квину денег нет несколько секунд. А потом Квина появляется. Зато хата третья раньше. Здесь раньше третья Квина. И в любом случае в плюс уйдет Скарлетт. В данной ситуации именно от третьей хата, а не с двух. Потому что две хаты против двух ЦЦ. Очень тяжело играть. То есть нужно как так действовать? Или же агрессивно, чтобы пытаться тирана напрячь. Или же выходить в какую-то технологию. Типа роучами пытаться поражать. Там муту быструю. Либо же делать две БВшки. И очень-очень ранние грейды делать. Или рейнджовые. Ну, чаще на лингов милишные. И потом уже переход в третью. В данном же случае будет экономика УЗРГ сильнее. Вот. В оверсиры вообще никак. Оверлорды. Они же надзиратели. Они вот умеют. Но нужно лейра дождаться. И лейр ослабляет их. Послабляет. И проливается. Крип. Так, здесь стеночка готова. Начался продакшн гелёнов. Третья ЦЦ у бани. Ну, оверсиры, да. Они чейджлингами могут там подгадить. Что, кстати, не менее важно, чем крип. Потому что... Чейджлинги могут незаметно пройти. И информацию очень много полезной в итоге выдать. Так, две БВшки заказаны, мы видим. Так, начинает бани напрягать гелионами сверху третью. Минус три дрона делает. Один до этого, два сейчас. Вот еще два гелиона приезжают, мы видим. У Скарлетт что у нас? Милишные грейды пошли. У бани пока грейдов нет милишных. Обратите внимание на то, что у бани факта слабо. И у него синее пламя в продакшене сейчас. Если у Скарлетт не будет Роуч Уоррена, а у Скарлетт не будет Роуч Уоррена. Ох, сейчас серьезные проблемы могут быть у Скарлетт. Потому что с синим пламем можно тут устроить просто великолепный гриль. Пикник хороший такой, можно приехать устроить с гелионом. Вот поехали еще гелионы. Скарлетт видит их сейчас. И какая будет реакция, я пока не знаю. Квин выводит Скарлетт. Здесь есть, кстати, есть плетка. Здесь четыре Квины. И в принципе с трансьюзами можно драться. Вот гелионы врываются. Синее пламя готово наконец-таки. Ну, Скарлетт хорошо дерется, но от гелиона начинают залпы по рабочим делать. По лингам делают залпы тоже. Скарлетт отводит лингов. Так, ну дроны погибают здесь все-таки все. А вот почему сюда не ворваться? Через мув было мимо плетки просто на вторую базу и нажечь там. Но, тем не менее, по рабочему Банни одинаково становится со Скарлетт. И лимита больше гораздо. Но гелионы, я считаю, здесь еще больше должны убивать в этой ситуации. Вот этот вырыв был вообще слабенький, потому что потерял только гелионов. Ничего Банни не сделал. Но вот третий АЦЦ начал добывать и биомех играет в Банни. Очень интересный расклад. Скарлетт сейчас это все увидит. Бараков еще не добавлено. Биомех в последнее время популярен стал, мы видим. Так, реактор на Старпорте. Нужно бараков побольше добавить сейчас. Ну, кстати, если нет муталисков, вот биомех прикольно было бы вот к этому всему миксу мародеров еще побольше добавлять с фугасами. Прикольно бы выходило бы. Пошли бараки. По-моему, можно было чуть пораньше их добавить. Так, криптуморы передвинулись вперед. Здесь тоже криптуморов достаточно много. Четвертая сейчас будет готова ускалить. 2-1 грейды, 1 рейнджовый делается. И мы видим, что переход идет с вармхостов сейчас. Идет переход с вармхостов. У бани еще био недостаточно. Ну, не знаю. Достаточно ранний переход. Сканит бани криптуморов не выбить. И 5 фейковых муталисков. Тут ускалят каких-то якобы мута, чтобы показать. А на самом-то деле это серьезный полноценный выход с вармхостов. Здесь у нас 4 реактора, здесь 2, здесь 6 реакторов в продакшне одновременно. И сейчас марика будет по 12-13 за раз производиться. У бани четвертая ццэшка заказана. Но почему-то... О, да. 2 бэшки. Вот то, о чем я говорил до этого. То, что я давно думал. То, что хорошо бы вот при этом билде с 2 бэшек маленьком грейды делать. Тогда можно обгонять зерга. Было бы... Это хорошо корейцам вот так делать, но делает это бани. А мы видели очень часто этот билд на пролиге вообще. Так, идет выход в центр. Здесь исключительно у нас смех, по-моему, присутствует. Так, закапываются свармхосты. Бани светит, выбивает криптуморы в центре. Криптуморов много. Выбить успел... Все, кроме одного. Один не успел выбить бани в итоге. Но нужно подождать, я считаю, ему щиты дрейд. И тогда уже двигаться вперед. Потому что сейчас он от свармхостов слишком много дэмэджа наполучает. И что-то надо делать потом. Так, дотекания мариков идут очень жесткие. 200 бани, 191 скарлетт лимита. Рейды у бани не готовы. Стим пошел, бейлингов мало. Очень хорошо сейчас танкуют хелбаты с синим пламенем. Нажигают там. Сиджи цебани, вот свармхосты плодят новых локустов. Выходят они сверху. Четвертая хата сейчас ускарлетт погибнет. Дотекание очень серьезное идет сюда. Сейчас грейды 2, 1 будет готово на био. Плюс вторая атака на технику будет готова. Так, свармхосты танк от длины убивают. Локуста, точнее, не сами свармхосты. Сами-то свармхосты не дерутся. Дотекая тут марики, еще здесь хелбаты свармхоста поймали. Обдают его просто своим пламенем. Я не знаю, в бане веником попарили. И испарился в итоге. Свармхост этот отбивается. Скарлетт и лимита больше осталось. Что ж такое-то, а? Сколько там свармхостов-то в итоге у нас? 17 штук. В бане нужно доделывать 3-2 грейды. Так, 3 медивака. Идет наверх. Банни пятую. Скарлетт выбивать. Бейдинги уже с мувом. Грейды 2-1 тирана на 2-1 зерговские наземные. У муталисков 1-1, кстати, игра. Сплитится баня. Сплит не лучший. Но мариков выживает часть. Но мута все выбивает слингами. Здесь у нас свармхосты уже в планетарку. Начинают выбивать. Так, танки приходят ближе сиджатся. Выход в центр идет опять от бани. Нужно скарлетт перекапывать свармхостов. Или не отобьется она здесь в центре. Криптуморов нет. И бани наверх смещается. Вот эта база погибнет сейчас, скорее всего. Здесь нужно срочно очинить. Сейчас вот с этого приплода, иначе планетарка умрет. Да, наконец-то бани заметил это, среагировал. Начинает чинить. Видите, два танка непонятно рассиджил туда. Лучше хоть сюда засиджил. Они хоть сверху залпу бы давали. Здесь мута принимает все с бейлингами. И бани не расконтролил. Как-то скарлетт отбивается здесь. И начинает тащить просто. Так, что, попытка дропнуться прямо с фармхостов, что ли, идет? Ну, поздно. Марики дропаются. Нужно, когда брудлинги уползут эти, нафиг. Ну, скарлетт видит и муталисками еще прикрывает. С фармхостов мы видим. Улетают медиваки. Пошел дроп. Марики дропаются. Все нормально. Пока планетарка живет. Ну, так недолго может она прожить, если дальше будет продолжаться эта атака от скарлет. Вот муталиски пытаются пробить. Уже чинишь. Ты, блин, не подчинил. Бани, ну, это... Это плохая политика. Не чинить свои здания. Опять локусы вперед ползут. Здесь марики стимпачатся. Здесь опять выход пошел. Но выходы Бани делает маленьким количеством кем-то юнитов своих постоянно, блин. Здесь три квены хочет принять. Не принял. Заходит вот на эту базу пятую в итоге. Опять в очередной раз. Какой уже? Так, ну, здесь свармхосты есть. И с помощью свармхостов скарлетт отобьет, естественно, эту базу. Пошел приплод минус танки. Загружает часть мариков. Часть просто оставляет. Так, муталискам не стоит на мариков 3-2 с грейдами рыпаться. Смотрите, какие грейды у скарлетт пошли. 2-2 на муталисков. 3-3 милишный на землю. Адреналин и ультрала мармор. Так, врываются линго-бейлинги. Хороший фокус мута идет. Так, передроб вниз пытаются бани сделать. И даже какими-то там несколькими мариками передробывается. Четвертую ццшку пытаются восстановить. Но вот свармхосты уже рядом. И начинают они плодить с другой стороны своих локустов. Здесь много танков. Не доползают в итоге. Не доползают локусты. 167 бани, 179 скалят. Здесь у нас дефенс дроны. Минус 2 танка муталиски делают. Так, мута врываются на вторую. Здесь всего лишь несколько марликов. Скалят их убивает муталисками. Контроль неплохой демонстрируем. И зажат бани просто. Ему никуда не рыпнуться сейчас. Вот тут не может никуда выйти просто. Как ему выйти сейчас непонятно. Мула кидает на четвертую, да. Туреток недостаточно. Харас идет постоянно. Отскалят свармхосты здесь. Их 16 штук. Здесь не получается ревенов выбить. Все нормально для бани здесь складывается. Здесь дроп 1 медивак идет. Скалят на 4 базах. Запас 4200 на 1200 по ресурсам. Ну что, шанс у бани как-то накопить 200. Я не знаю. И попытаться выйти. Но вот свармхосты плодят и плодят. И 200 не скопить нормально. Здесь в хату новую баню выбивает. Третий армор не доделывает. Сейчас ускалят и грейды лучше еще станут. Причем, посмотрите. Ускалят. 3-3 милишны. И сейчас будут. Уже есть третий атака милишны. И 3-3 еще делается. Сейчас у нас третья атака на рейнджовых юнитах. Вот отличная сейчас была атака от бани мариками. Но скалят отбивает часть свармхостов. Часть выживает. Часть не выживает. Здесь нужно газ добывать срочно. Потому что, чтобы запас был ровнее по газу и минералам. Забегание вниз от линга бэйлингов на третью базу. Бэйны врываются. Муталиски здесь тоже присутствуют. Вы видите. Жесткой кучей марики стоят. Но отлично они выбивают. Фокуснул бани. Молодец. Бэйлингов выбил. Здесь туреточки не мешало бы похинить. Черевших чик-чик-чик-чик. И были бы две новеньких туретки. А так они догорели и взорвались. Крип тумор уже прямо под третьей базой бани с обоих сторон. Посмотрите сколько крипа ускалит просто. Заплодило весь центр карты. Здесь у нас прилетают рейвены. Ставят автотурелей много. Они выбивают на четвертой базе рабочих. Строчат понемножку дэмэдж. У них восемь. Очень высокие. Но мута с лингами начинает выбивать их. Грейдов нет на здании. У них кстати армор зданический дается этим автотурелям. Если плюс два на здании сделать. Так. Полетели мулы от бани. 175-200 плюс карлет лимит. Есть вайперы кстати. Сейчас зеленку можно будет кидать начинать. Или же... Или же сикер... Не сикерми. Или же вытягивать обдактами танки торов. Или же прикрывать вармхостов зеленкой. Пытается бани все еще забрать 105-ю базу. Не получается. Тут муталиска скаля теряет одного. Так. Здесь у нас автотурели с собаками дерутся. Ну 4 собаки. Ну выбьют они эти автотурели скорее всего. Хотя нет. Это справится. Вот последняя. Но вот еще плюс 2 выходит. Убивает. Вот зеленка пошла. Зеленкой очень хорошо. Даже от мариков с вармхостов прикрывать. Потому что они подходят плотную просто. Начинают драться. А вы зеленку кидаете. И все. И ничего не сделать с этим. Так. 2-3 на муталисков грейды. Третий армор делается. На наземные везде 3-3. Посмотрите. Локусты 3-3. Линги 3-3. Все 3-3. Квинет 3-3. И муталиски сейчас будет 3-3. Вот так вот грейды нужно у скаля поучиться делать. Поучиться. Так. Врывается мута на мейн. Тут тор есть. Так. Можно было бы третий армор попытаться фокуснуть. Скалит. Но не собирается этого делать она. Так. Здесь еще линги забегают. Минус марики. Минус рабочие. 166 бани. Да. Есть 2000 минералов. Но газа мало. В принципе мариков чтобы настроить достаточно. И уже инфесторов строят Скалит. То есть я не вижу перспективы для бани. Он выйти просто не может сейчас. Ему как-нибудь частью марика вот сюда войти. И там на мейн прорваться. Такой хорошее. Потому что там все равно танки дефятся. Так. Дефенс дроны пошли. Сикер мисселы не попадают. С вармхостов Скалит уходит. И вот бани наконец-то собрался с силами. Выходит вперед. Боевой лимит выше чем у Скалит. 3-3 в продакшне скоро будет. У техники грейды кстати говоря. Так. Сикер мисселы не долетают. У техники 3 атаки есть. Это тоже очень положительный момент естественно. Здесь нужно брать все бани абсолютно. Всеми юнитами вперед идти. Пошел Микос. Инфестор здесь есть. Мы видим. Торы вперед лезут. Танк один куда-то вперед залезает. Здесь Микос хороший по Викингам, по Ревенам прошел. Но нет энергии больше. Всех не добить. Ну да. Занял позицию бани. А дальше-то что? Так. Здесь у нас посмотрите. Инфестор стоит. Нужно бы забрать его. А то он сейчас сзади. Может Микос кинут 110 энергии здесь. Так. Пятая ЦЦшка в бане сидит. Мута пытается нахарасить четвертую. И вот косяк как раз кибанит. Ури я так здесь не заказал. Так. Стимпачи-самарики. Врывается с вархостов. Минус 4 штуки. Сейчас нет. 3 пока. Минус. Так. Здесь Микос по марикам проходит. Здесь у нас танки стоят. Не прикрывают. Муталиски отлетели. Почему-то. Почему здесь один Тор всего и Туретка. Что забоялись. Я не знаю. Выбивают Тора. А армора нет на технику. Только 3 атаки. Очень долго бани вперед идет. Здесь уже гораздо проще через атаку, наверное, было пойти. Но так как есть бейлинги, тяжело это сделать. Через атаку, имеется в виду, без Сиджа танком. Что время тут вообще не на бане работает совершенно. Вот Скарлетт отбивается. ГГ. Ну что же, молодец. Скарлетт очень четко играет. Не дает бане пошевелиться, ничего сделать. Сиджа танки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 1-0 Скарль отведет. Карта Карусель тоже достаточно крупная карта. Посмотрим, как здесь Банни сыграет. Блин, что-то у меня глаза уже подустали маленько. Фу, сейчас я секундочку отвлекусь, ребята. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, я здесь чем в глаза капаю, цикломедом. Вот, ладно, шучу. Систейн ультра капли. Мне там врач прописал окулист. Давно не то, что прописал, но как бы... Продолжение следует... Так, что, здесь, да, все нормально работает звук, все отлично. Две Эквины ускали, 4 линга в продакшне через Рипера, опенинг у Банни. Вот один уже и на Мэйне. Вот уже и линги начинают его грызть. Кус-кус сделали. Несколько раз укусили, 25 хп сняли. Так, заказ на Квина. Еще одна, два Рипера на второй базе. Принимают лингов практически всех. И не практически, а всех убили. Вот, 4 киллса, правда, у одного, но... Сейчас зарегенится, может быть, к Яну Банни под Хараси. Здесь у нас плюс еще одна ЦЦ-шка. Через три ЦЦ-шки играет. Скалит, затупила, тут с Овером не увела вовремя. И теряет его в итоге. Не очень хорошо это было, естественно. Так, Овера терять. Не забываем на СК-2ТВ плюсики ставить, то зарегистрирован там и не ставил еще. Фух. Так, и третью хату Дрон собирается сейчас заказывать. Так, ну что, про инвиз Банше, но Банша пока не заказана у Бани до сих пор. Где вот Банша-то, почему не строится? Я не понимаю. Газа нет, а где газ-то весь? Куда он весь делся, газ у Бани? Наконец-то заказал Баншу. Риппер и Гиллионы едут вперед. Будут пытаться здесь что-то на Хараси. Две БВшки у Скалит пошло. У рабочих на 10 впереди. На 15 впереди. 44 на 30. 46-32, ну примерно стандарт. Как я говорил, 45-30 это стандарт, если хорошо рабочих строит против Тирана. Так, чуть-чуть не убило Скарлетт Риппера здесь. Ушел на 4 хп. 4 гиллиона дома у Бани от всяких там забеганий. 1-1 пошло у Скарлетт Грэйды Милишной. У Бани даже БЕшек пока не заказано. Кстати, во что он играет-то непонятно. Да, кстати, лабы на бараке нет, и возможно это мех у нас будет. Потому что, ну, если был бы не мех, уже бы стимпак бы скорее всего делается. Делал сабы. Так, и Банша врывается на мейн. Инвиз уже есть, но здесь спорка. Тайминг отличный. Так, улетает Банша, посмотрите, на второй базе, кстати. Нету, спорки не было. Так, еще пошла спорочка на мейне. На второй базе вот полетает Бани, да поздно, блин. Готова спорка. В это время Гелионы на третью заезжают. Вот это уже серьезнее. Минус 5 дронов точно сейчас было. По рабочим одинаково становится. И третья ЦЦшка вылетает. Вот у нас выход Факты пошел дополнительный, плюс 2 еще. И реактор на Старпорте, но он под Факту, возможно, делается. Вот здесь лаба стоит халявная, барак на нее садится. Две Баншио и много Гелионов собираются Бани Харасить. Скалет выбивает Криптуморы в центре. Один забывает. Вот он-то как раз и поползет дальше у него. Это кулдауннищийся Криптумор. Так, нету у нас здесь, посмотрите, нету здесь оверсира, который бы подсветил эту Баншу. И Бани просто все нафиг убивает здесь. Скалет. Убивает тех лингов, всех убивает Квин. Банша живет. На третью заезжает. Очень... Очень плохо дела сейчас у Зерга обстоят. Так, Банша живая. Ну вот выжило достаточно много рабочих, на удивление выжило. Я думал, все погибнут. Ну как много? Да ну какие много тут. Больше половины погибло. И вы видите, 100 лимит на 69 в пользу Бани. Ему просто сейчас дожать нужно выйти с Торами, я считаю. Опять Биомех пошел. Да что за... Черт побери Биомех. Почему просто в Мех-то не сыграть? В чем минус Биомеха? Был бы сейчас Мех, было бы сейчас 3 факты плюс еще 2 бы строились. Добавил бы Торов, блин, и вышел бы с рабочими. А пока тут стимпак делается, пока щиты, пока там маленькие какие-то гриды еще. Это, блин, гораздо более поздний тайминг успевает Зерга восстановить рабочих, там, с вармхостов настроить, все что угодно. Так, есть один Муталис у Скалит, но он всего лишь один. Вот, ну, конечно, Биомеха сила, если с вармхостов нет или что-то такого, и тайминг хороший, с хорошим лимитом, то, в принципе, может и сильно получиться. Но вот мне почему-то кажется, что Бани, ну, четко этот билд не отработал до сих пор, потому что бараки он как-то добавляет поздновато, я считаю. Нет, понятно, суть с вармхостов-то понятна и очевидна, но у Бани тайминг немножко какой-то кривой мне... Ну, это мое, мне так кажется, может быть, на самом деле и не кривой. Вот у нас на Ксилнаге Муталиске прогоняет Гелионов. Вот сейчас Бани нужно идти вперед, по идее. Почему? Потому что стимпак есть, здесь еще нет с вармхостов какого-то гигантского количества, и можно пробивать в лопать. А Бани ждет. Так, два медивака забыл, нужно взять с собой, вообще лечения нет никакого. Где же ты, Бани? Где твое внимание все? Забери ты эти медиваки, они стоят, ждут, пока их заберет предводитель, командующий. Но Бани не забирает. Скоро будут щиты готовы. Лимитов все еще больше у Бани. Все, берет танков всех. Щиты готовы. А армор сейчас тоже через 10 секунд будет готов на био-юнитов. И через 50 секунд будет готова плюс 2 на мех и плюс 2 на био-юнитов. Танки сиджатся часть. Отходят локусты, отходят с вармхосты назад. Локусты тянут время. Блин, вот как вот этим бесит, конечно, с вармхосты. Наплодили и назад ушли, а? Как, блин, это гадко. Врывается Бани, одного с вармхоста убивает, но всего одного. Что это такое? Так, все, по 5 танков отходят назад. Приходят еще марики. Лимиты уже равные. Бани стимпачится. Еще вперед идет. Сиджатся танки, линги врываются. Мариков много, грейды доделались. 2-1 вот здесь, вот здесь у нас что? Тоже 2-1 грейды, такие же у Бани, как и у Скаля. И вот сейчас вармхосты начинают погибать постепенно. Не постепенно, а сразу 3 даже. 4 минус, 5, 6 минус. И Бани додавливает, по-моему. Танки сиджатся. Так, наверху танками фокусит пару свармхостов. Марики дотекают. 200 на 150. Но эту игру, судя по всему, Бани не упустит. Очень четко проатаковал сейчас. Молодец. Грейды бы только делал бы еще. Врывается Бани. Все. Ловят на КД с вармхостов. Преплода нету. Вот их уже там мало. 4 штуки всего остается. Или нет. 5 штук остается. И они не могут уже решить исход этой биты. Вот новые выходят. 3 со второй базы. 4 на муви отдается. Просто Гей пишет Скаля. Ну на муви как так отдавать? Нужно закопать было. Тогда шанс был бы. 1-1. Ждем следующие игры мы. Ну что ж, красивые игры нам их демонстрируют игроки. Я думаю, у Хэппи не хуже мог бы сыграть. Но сыграл бы или нет, пока непонятно. Пока непонятно и не будет. Понятно, потому что Хэппи не вышел, как вы понимаете. Пошел инвайт, заскакиваю в игру. Так, не забывайте из К2ТВ плюсовать. Просьба очень большая. Проявляйте активность. 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 Продолжение следует... 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 Умрут Нет, одна только умерла Две ушли Часть мариков Некуда им было сесть, погибает Так, опять четвертую хату восстанавливают У нас Скарлетт Третий, СС-шка у бани добывать Здесь два Марика сидит в бункере, маловато Беллинги будут легко вкатываться, четыре-то там Не успевают нормально, в принципе, принять Так, и лимита у бани больше сейчас Особенно боевого на двадцатку больше По рабочим одинаково примерно Но у тирана есть мулы, поэтому по минералам Естественно, больше бывает Два-два, а там и там одновременно практически пошли Не, ну беллингов-то видно Их проще фокусить, чем лингов То есть их легче прокликать Вот, ну если заранее все это видеть Через шифт кликаем просто по всем УКД просто маленькие разворачиваются На стимпаке все это дело убивают Так, сто тридцать шесть, Скарль сто сорок восемь Двенадцать дронов заказано На четвертую хату два газа строят Скарлетт там еще По боевому лимиту Двенадцать шесть, шестьдесят четыре В пользу тирана Восемнадцать беллингов, одиннадцать муталисков, сорок шесть лингов У Скарлетт сейчас есть Два-два, так Через пятьдесят секунд, через сорок секунд У Скарлетт будет У Бани отстают секунд на пятнадцать-двадцать Будет позже у него два-два грэды Ну и как раз таки вот он агрессию навязывает Сейчас может так выйти, что он будет драться С один-один против два-два И это будет очень плохо для него Вот Скарлетт бой принимает Через мух врывается И вот как раз таки да Доделываются у Скарлетт грейды в бою Нет, не доделываются В общем-то подрались на один-один Сейчас, собственно говоря, грейдах Скарлетт выигрывает Вот два-два готова И у Бани сейчас тоже будет два-два готова Но самое главное, что Скарлетт отбивается У него становится больше лимита У него четвертая база и восемьдесят рабочих То есть Бани просто отдал Сейчас не дождавшись два-два Это называется И отдал всю инициативу абсолютно в игре Так, идет выход дальнейший Скарлетт уже золото ставит, мы видим Так, фугасов, кстати, у Бани нету Три-три он заказывает Фугасов нет на такой стадии Но это фейл Уже научились тираны помнить о фугасах Потому что раньше-то регулярно забывали все Сейчас вроде как делают Но вот что-то Бани Не спешит фугаса Дозаказать И вначале завтыкал Готовят атаку Сто семь и четыре, сто семь и семь Боевой лимит у Бани все еще выше Пошел свет, минус медивак Здесь нужно дотекать Приводит он всех юнитов сюда Два-два на два-два По грейдам сейчас ситуация Мародеры, Тор, Хелбат Все идут вперед Кто более прочный Кто-то Беллингов принимает лучше Но Скарлетт врывается И как-то вот Лимит вроде боевой больше Но как-то Зерк постоянно сминает То есть Беллинги все сминают Сплит не идеальный Не готов просто Бани подраться Так, чтобы выиграть По грейдам преимущества нету Четвертую ЦЦ-шку Сейчас Скарлетт отменит Здесь Беллинги врываются И Муталисков что-то слишком много 18 штук Ну, Бани 68-202 Теперь лимита меньшего Тирана Так, Передров на золото пошел Муталисков 24 уже вот здесь Вот в этом В этой куще Врываются на Тора Минус Тор Минус все здесь Просто Морики Минус 200 Лимита Скарлет На 140 Бани И вот Морики приходят На Муве все отдается Это ГГ Это провальная Просто атака была сейчас В общем-то как-то Бани На стандартной карте Не может реализовать преимущество свое Хотя вроде есть Но вот он Если оно не жесткое Прям не дикое Не может реализовать Так, по потерям Уже не покажу Ожидаем хост Ожидаем следующей игры Ожидаем Ожидаем Оollен Оооооооооооооаоооэй Продолжение следует... 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 Так, Home Story Cup, квали, наверное, стримить я не буду, потому что я устал, стрим идет в 13.30, то бишь уже почти восемь часов. Так, каким-нибудь видом спорта я не занимался давно, еще очень давно в школе, в начальных, там, после начальных классов на гандбол ходил, помню. Ну, там пару или три года ходил. Так, два линга выбегают от скалет, разминулись с рипером, это очень хорошо. Второго рипера точка сбора тоже вперед поставлена. Сейчас Овер увидит, как он улетает, и можно будет врываться лингами, или же скалет сразу врывается. Нет, скалет врывается сразу, Банни видит лингов, и не получится КСМ-ку убить. Да, минус два линга, а подождало бы, пока рипер улетит вперед, можно было бы, мне кажется, сильнее напрячь. Здесь у нас бункер дома, третий рипер в продакшене, четыре линга плюс у скалет. Банни понял, что здесь очень ранний мув. Так, со звуком все нормально, победитель получает 350 долларов, проиграв 150, и не знаю, может там призовой, конечно, увеличился. Если там кто-то что-то кидал на стриме, там у майкера. Ну, я сомневаюсь в этом. Так, здесь Банни отбивается, хорошо, есть депошка. Так, линги бегают, у скалет, но не собирается продолжать агрессивничать, а нас раскачивает вторую базу. Здесь третья CC Starport факта у нас. И начинает с продакшен гиллионов, овер все видит прекрасно. Что происходит? Пытаются ворваться линги. Чуть-чуть не зажали риперов. Ну, смогли они в бункер в итоге сесть. Минус 2 ксмки, но все линги погибают при этом всем. Так, садится на лабу в Starport. Сейчас пойдет Банша, не знаю, будет ли инвиз или нет. Да, с инвизом играет Банни. CC-шка третья готова, но вместо того, чтобы орбиталку заморфить случайно, он заказывает ксмку. Вот, отменяет ее морфит сразу же. И 4 гиллиона, 3 рипера вперед летят. Но у скалет очень плохая ситуация. Почему? Потому что нету третьей базы. Нужно пытаться выйти во что-то. Скорее всего, это будет спайр. Да, готов лейр, потому что нужно как-то противостоять Гиллиона Баншамбе, спайра. Это нереально практически сделать. Выбивает Скарлет Криптумор свой. И пошел спайр, да, где он на мейне пошел. Круто было бы занять остров. Кстати, на этой карте можно без му овером делать дроп, как раньше делали в первом Старкрафте. И медленным овером просто занимать эту базу, перевозить рабочего. Почему бы и нет для тирана? Это неожиданно. Особенно через спайр, когда тиран через большую играет. Это, мне кажется, хороший расклад. Защищенная база просто позицией своей. И ему-то все может выбить абсолютно. Так, Квины вперед выходит. Ну, там есть у нас гиллионы с риперами. Так, здесь стеночку полную делает Банни. И переход идет в Био. 1 на 1 гради заказано. Третья СССР работать начинает. Четыре туретки дома. Аж целых четыре. В рабочих. По краям базы. Баз рядом с продакшеном одну. Так. Еще бараки пошли. Еще два. Светит Банни. Выбивает пару криптуморов. Так. Пытается Банни хату отменить. Вот вылетает Муталевский. И скалит. Последнюю секунду удается защитить свою хату. Минус рипер. Минус пара гиллионов. Сейчас еще одного гиллиона Муталевский поймают наверняка. Нет. У него скорость быстрее. Но рипера поймали. У Муталевского быстрее, чем у риперов скорость. 3.75 рипер. Здесь у нас 4.4. 25 гиллиона мув. Как у Феникса. Так. Врывается Муталевский. Контроль от скалит прекрасный. Не дает погибнуть своему Муталевску. Минус КСМка. Минус туретка. Нужно улетать. Больше не нахарасить. Восстанавливает в этом же месте бани туретку. И у скалит. Смотрите. Лимита становится столько же. Раскачивает третью. Сейчас будет раскачена эта база. Единственное, что бэйлингов еще нет. Но бэйлинг Нест уже готов. Так. Мута врывается на вторую. Газ уязвим. И минус газ. Минус Марик. Минус КСМки. Депошки тут напрягают скалит. Отличный контроль муталевсками. Третья раскачена. 72-54 по рабочим. Добавляется плюс 2 газа. Четвертая хата пошла. Блин. Вот из минусовых ситуаций скалит умудряется просто выводить в хорошие. Ну вот сейчас по грейдам, правда. 1-1 на 2-2 в продакшене. И, соответственно, преимущество в 2 грейда есть у бани. А именно сейчас 0-0 на 1-1. Так, мута пытается нахарасить. Не получается. Армор муталевском заказан. Плюс 1 на муту уже есть. Спайр был ранний, поэтому и плюс 1 есть. Так, опять на второй врывается муталевский. Ох, под минку попадают. Туретку бани начинает очинивать. И чинит. Посмотрите, скалит. Не получается даже одну туретку убить сейчас. Какой неудачный врыв сейчас был. 133-155 лимита. Пользу бани. И вот идет выход в центр. Но почему? Вот опять 30 секунд до 2-2. Но подожди же ты 30. Нет, в руне 30-60. Но минуту игровую подождать. Это прирост подвести сюда еще. Перекапывает бани минки. 2-2 будет через 30 секунд готово. Но пока не готово. Пошел на лом от скалит. Минки делают залпы. Сплит у бани хороший. Недостаточно юнитов там у скалит, чтобы все убить. 20-ка преимущества у тирана сохраняется. По боевому в 30 лимита. И уже приходит бани ультиматум. Выставляет скалит. Это GG. Это 2-2 у нас счет. Ну что же. Какой напряженный финал. Посмотрите. Мы сейчас решающую игру увидим. Пошел инвайт. Заскакиваем. Пошел в игру. Пошел в игру. Пошел в игру. Пошел в игру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для коэффициентов нужен человек, который напишет систему, которая автоматически будет выставлять. Или же... Не знаю я, каким образом это будет делаться. Меня это не интересует. Так, посмотрите, два барака от бани, прямо со второй базы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а с восьмию лингами уже можно спокойно отбивать это все дело. Через минилллок дроны идут. Ох, какой хороший контроль от скалит. Ёма... Окружает одного... Одного марика, окружает второго. Здесь у нас бани всеми разрозненно дерется. Полный провал начинается. Так, Пека ставил там где-то интервью есть в Скалит. Нужно вам гуглить, искать, соответственно. По поводу этого всего. Так, попытались зайти, линги ничего не вышло. Ой, марики, простите. А линги бегут в размен. Здесь еще плюс два марика и КСМ-ка приходит. Лингов девять штук от скалит, прибегает. Сейчас они могут просто сгрызть СЦ-шку вторую, которую пытаются бани отстроить. Если сгрызут, это будет фейл. Ну вот, выходит КСМ-ка. С КСМ-ками уже шанс отбиться, конечно же, есть. Ну и отбивается бани в итоге. Если бы еще он контролил мариков, отводил бы демеджину. Так, берем чик. Чик отводим назад. Как я уже объяснял, как это делается когда-то на каком-то стриме. Тогда бы был вообще кайфовым парнем и сильным тираном. Бункер-марики садятся. Здесь застроечка не полная, пока нужно дозастроиться бани. Да, у него третья ЦЦ-шка, но у Скарлит рабочих больше. И по технологиям даже еще не то, что стимпак, даже еще не заказана у нас лаба. Что, естественно, очень-очень плохо для бани. Здесь квены выходят, пытаются убить бункер. И не получается у них сделать вместе даже с плеткой. Так, пошли новые инъекции. 40-23 по рабочим фулю Скарлит. Вижу факту на мейне у бани. И вторая факта... Нет, он пытается в мех выйти, он не собирается уже в био играть. Ну что же, базы 3 штуки. В принципе, КСМ-ки будут строиться сейчас очень-очень быстро. 3 газа добывается, Скарлит пока на третью базу не вышло. И есть шанс выйти, в принципе, в мех. Причем очень неплохой, по-моему. 3 даже факты на мейне сейчас. Так, на потуле тут Марик ходит. Так, пошел Спайр. Бейлинг Несс на второй бане светит, видит Спайр. Плетка перекапывается вниз. Квены с лингами врываются. Бункер сейчас будет убит. Так, минус Марик тут на Крипе ходит. Сразу Крип не Скарлит, пускает. Ну что ж, хорошо. Все выбивает. Здесь нужно, естественно, или золото заказывать, или здесь третью базу. Так, после этого турнира я ничего, скорее всего, стримить не буду, потому что я устал и 8 часов уже стримлю. Вот, а Хомстория там еще на несколько часов квалификация. Тем более, что завтра пролига еще в 13.30 у нас. Финал, кстати, пролиги завтра не пропустите. Очень интересно. Будет 13.30 сначала. Финал сезона, не сезона, а раунда 3. КТ против СиДжей команды. СиДжей просто сегодня молодцы, выиграли. Красавчики. 13.30, я же говорю, по московскому времени. Так, минус оверсир. Тор. 2 хелбата. Второй тор выходит сюда, начинает баня занимать третью базу. Скалет не согласна, собирается подпушить лингами, плюс несколько бейлингов, плюс муталиски, но мув еще бейлингом. Только через 20 секунд будет, врываются линги, видят скалет, синее пламя. Ну и что? Что это такое-то происходит сейчас? Зачем скалет вот это делает, сейчас я не понимаю. Тем более, мув бейлингом не готов был. Вот сейчас он только-только готов. Вот еще новые линги дотекают, но уже шансов продавить нет никаких практически. И третью баню полноценно начинает раскачивать. 13 дронов еще здесь. КТ против СиДжей в 13.30 также играли. Воролига днем идет. Так, плюс 3 барака добавляется у бани на мэнни. Опять биомех, да, пошел? Да, опять биомех у нас идет, врывается 5 муталисков. Здесь у нас КСМки строят. Минус КСМки, отбить нечем это все дело. Тор вот один идет, на мэйн возвращается. Скоро плюс 1 будет готов. Нужно продолжать строить бараки. В бани лимита, кстати, больше, обратите внимание, сейчас. Но вот золото скалит, и вот сейчас четвертую раскачает, они дадут реально ощутимое преимущество. Пока добыча одинаковая, четвертая не раскачена, даже Карамулов тиран кидает, у него больше даже становится. И вот выход с армхостов уже пошел. с армхостов с армхостов Так, крип у Скарлетт Как обычно, вот в этом компоненте Конечно, стоит поучиться у него Посмотрите, уже Доксилнаги И далее, сейчас крип будет тянуться Вот уже начинает владеть Локустов, как раз таки С этого места Бани выходит, видит все это дело Танки в Сидж ставят Но Хелбатов несколько умирает уже Складывает танки Идет назад, закатываются Беллинги, здесь у нас Хелбаты их встречают Но два все-таки ворвались И несколько КСМок все-таки убили В итоге Лимит одинаковый, примерно Боевой, чуть выше у Бани Грейды делаются У Скарлетт у нас Два армора, два-один На милишных и на ранжовых У Бани у нас Один атакой по одной Очень мало грейдов у Бани Но сейчас будет две атаки на мех На технику Плюс два-один на био Буквально в ближайшие Несколько секунд они доделываются Здесь у нас Пытаются забрать Локусты танков Не получается Пошел приплод Локустов 18 у нас С вармхостов Бани идет Поверху Нужно быстрее ему идти Быстрее двигаться Четыре базе Здесь Тора забирает Хороший контроль Демонстрирует Но Скарлетт уже возвратилась Своими с вармхостами Нужно их выкапывать Сейчас и Идти уже вот сюда К этой базе Отбиваться Бани приходит сюда Локусты уже приползли Но вот по факту Начинает драться с локустами Танков заранее В сич не поставил И Вот у него Где гигантская часть прироста Здесь не остается Ничего практически И Скарлетт вместе с локустами И лингами наламывается Просто И сминает Все нафиг просто С эти линги с локустами Это вообще жесть Так Тритора пытаются Отступить вместе с мариками Но Не дается Скарлетт это сделать Забирает Бани в итоге Торов уходит Назад в теме Ну и сейчас Будет продолжать Скарлетт давить Опа Пока я смотрел на золото Бани понял Что ему не выиграть И пишет ГГ Это провал Бейны Вкатились Ну Видимо да Там вкатились Бейны И Бани понял Что ему не выиграть Но по крайней мере Игра была Очень напряженной Вот Продолжение следует... Так, ну что, ребята, будем закругляться. Сейчас я на евро немножко слетаю быстренько, посмотрю, что там происходит. Ничего тут не происходит, в общем-то, смотрите, Home Story Cup, кому, если интересно, я устал 8 часов стрима практически уже без 20 минут. Вот, давно я не стримил так много, непривычно, но я думаю, сейчас раскочегаримся, вот конец месяца тут будет, что постримить. Nation War у нас будет много всяких ивентов. Не пропустите, завтра у нас пролига в 13.30. Вот, поэтому нужно отдохнуть, еще будет перед ней. И приходите завтра, очень интересный матч будет с Кателеком против СиДжей. Увидимся.